Пандеон помнил о словах Кидога в начале похода и представлял себе, что путь вокруг лесов далек и опасен. Вдоль рек и на окраине леса живут свирепые племена, для которых 19 путников не представляют сколько-нибудь серьезной силы. Степь с низкими, редко и правильно расставленными деревьями, похожие на фруктовый сад, сбегала к быстрой речке. На противоположном берегу громоздилась груда камней. К ним река нанесла длинный вал из стволов, ветвей, стеблей тростника, высушенных и побелевших. Отряд беглецов, миновав пальмовую рощу, полностью поваленную слонами, расположился под густым, невысоким деревом. Дерево благовоний. Благовонная смола стекала по стволу, свисавшая с ветвей ствола. Длинные лохмотья шелковистой коры монотонно шелестели под легким ветром, навевая дремоту на уставших людей. Внезапно Кедога поднялся на колени. Насторожились и остальные. К реке приближался огромный слон. Его появление могло оказаться недобрым. Люди следили за размашистым шагом животного, неторопливо перевалившегося как бы внутри своей собственной толстой кожи. Слон приближался беспечно, размахивая хоботом, и что-то в его повадке не походило на обычную осторожность этих чутких, внимательных животных. Вдруг послышались человеческие голоса, но слон даже не поднял своих гигантских ушей, закинутых на затылок. А задаченные путники, переглядываясь, встали и тотчас же, как по команде, приникли к земле. Рядом со слоном виднелось несколько человеческих фигур. Только теперь товарищи Пандиона увидели, что на широкой шее слона лежал человек. Огромные уши вдруг растопырились, увеличив голову гиганта втрое. Слон подошел к реке, вступил в помутневшую под столбами его ног воду. Маленькие коричневые глазки всматривались в глубину речки. Лежавший на слоне человек сел, громко хлопнул животное по покатому черепу. Резкий крик «Хей я!» раздался по реке. Слон покачал хоботом, схватил им большой ствол из речного на носа и, высоко подняв его над головой, швырнул в середину речки. Тяжелое дерево громко плеснуло, скрывшись под водой, и вынурнуло несколько мгновений спустя ниже по течению. Слон бросил еще несколько стволов, потом, осторожно ступая, вышел на середину речки и остановился, повернувшись головой против течения. Тогда пришедшие вместе со слоном, их было восемь человек, чернокожие юноши и девушки с хохотом и криками бросились в холодную воду. Они возились, топили друг друга, смех и звонкие шлепки по мокрому телу далеко разносились вокруг. Сидевший на слоне весело кричал, но не переставал следить за рекой, время от времени заставляя слона бросать в воду грузные куски дерева. Путники с удивлением смотрели на происходящее. Дружба людей с огромным слоном была невероятным, неслыханным чудом. Всего в трех сотнях локтей стояло серое чудовище, покорное человеку. Как могло случиться, что животное, не знающее себе равных по величине и силе, безраздельно владычествующее в лесах и степях, склонилось перед человеком, таким хрупким, слабым и незначительным в сравнении с серой глыбой в шесть локтей от земли до плеча? Что это за люди, подчинившие себе гигантов Африки? Кави с загоревшимися глазами ткнул в бок кедога. Негар оторвался от наблюдений за веселой забавой и зашептал в ухо этруску. Я слыхал еще в детстве, на границе лесов и степей, где-то живут люди, прозванные повелителями слонов. Вижу, что это не сказка. Вот стоит слон и охраняет купающихся от крокодилов. Говорили, что это люди родственного нам народа, и язык их подобен нашему. — Ты хочешь пойти к ним? — задумчиво спросил этруск, не сводя глаз с человека на слоне. — Хочу и не знаю, — замялся кедога. — Если мой язык их язык, тогда они поймут нас, и мы разведаем дорогу. Но если их речь другая, лоха, они уничтожат нас, как цыплят. — Они едят человеческое мясо? — помолчав, снова заговорил Кави. — Я слыхал, что нет. Этот народ богат и силен, — отвечал негр в замешательстве, грызя травинку. — Я бы попробовал узнать их язык теперь же, не заходя в селение, — сказал этруск. — Здесь только невооруженная молодежь, и если сидящий на слоне нападет на нас, мы укроемся в траве и кустах. А в селении мы все погибнем, если не сговоримся с победителями слонов. Совет Этруска поборол сомнение кедога. Негр выпрямился во весь свой высокий рост и медленно пошел к реке. Крик слона-вожатого прекратил возню купальщиков. Те замерли по пояс в воде, глядя на противоположный берег. Слон грозно повернулся в сторону приближающего кедога. Хобот шурша взвился над длинными белыми бивнями. Уши опять раскинулись с широкими обвисшими крыльями. Сидевший на слоне вглядывался в пришельца. В правой руке вожатого слегка покачивался поднятый наготове широкий нож с крючком на конце. Кедога молча подошел почти к самой воде, положил на землю копье, наступил на него ногой и развел в стороны безоружной руки. «Здравствуй, друг!» – медленно и старательно выговаривая слова, сказал кедога. «Я здесь со своими товарищами. Мы – одинокие беглецы, возвращающиеся на родину, и хотим просить помощи у твоего племени». Слоновожатый молчал. Притаившиеся под деревом путники с замиранием сердца ожидали, поймет он речь кедога или нет. От этого зависела судьба скитальцев. Слоновожатый опустил нож. Слон переступил в журчавший вокруг его ног воде, свесив хобот между бивнями. Вдруг туземец заговорил, и вздох облегчения вырвался из груди пандиона, а стоявший в напряжении кедога радостно встрепенулся. Речь слоновожатого отличалась резкими ударениями и шипящими звуками, отсутствовавшими в певучем языке кедога. Но даже пандион узнал в ней знакомые слова. «Откуда ты, пришелец?» – раздался вопрос с высоты слона, звучавший надменно. «Где твои товарищи?» Кедога объяснил, что они были в плену в такем и пробиваются на родину, на берег моря. Негр жестом подозвал товарищей. Все девятнадцать человек, исхудалые и мрачные, встали на берегу. «Та кем?» – по складам произнес слоновожатый. «Что это такое? Где такая страна?» Кедога рассказал о могущественной стране на северо-востоке, расположенной вдоль огромной реки. И слоновожатый удовлетворенно закивал головой. «Я слыхал о ней. Как вы могли пройти оттуда?» В словах слоновожатого зазвучало недоверие. «Это длинная речь», – устало сказал Кедога. «Посмотри на них», – негр указал на каве, пандиона и группу львийцев. «Разве ты видел таких людей?» Слоновожатый с интересом разглядывал необыкновенные лица. Недоверие в его взгляде постепенно исчезало. Потом он хлопнул рукой по затылку слона. «Я молод и не могу ничего решить без старших. Перейдите на наш берег, пока слон в реке, и ждите. Что передать вождям от вас?» «Передай, что усталые путники просят разрешения отдохнуть в селении и узнать дорогу к морю. Больше нам ничего не нужно», – четко ответил Кедога. «Неслыханное дело! Невиданные люди!» – с интересом заключил слоновожатый, повернулся к своим соплеменникам и закричал. «Идите вперед! Я догоню!» Молодые люди, безмолвно созерцавшие пришельцев, послушно бросились на берег, оглядываясь и переговариваясь. Слоновожатый повернул слона боком к течению. Путники по грудь в воде перебрались на другой берег. Тогда слоновожатый, заставив животное идти быстрым шагом, исчез в редких деревьях следом за купальщиками. Бывшие рабы усилились на камнях в тревожном ожидании. Больше всех волновались ливийцы. Но Кедога уверял, что повелители слонов не сделают им ничего дурного. Вскоре в степи показались четыре слона. На спинах животных были привязаны широкие помосты из плетенных ветвей. На каждом помосте сидело шесть воинов, вооруженных луками и очень широкими копьями. Под этой охраной бывшие рабы дошли до селения, находившегося неожиданно близко от места встречи, у поворота той же речки в четырех тысячах локтей на юго-восток. На всхламленной местности, утопая высокой зелени, издалека виднелось около трехсот хижин. Слева раскинулся редкий лес, направо в стороне стояла высокая изгорость из огромных заостренных столбов, подпертых наружными раскосинами. Вокруг шел глубокий ров, усаженный по краю частоколом острых бревен. Пандион поделился размером сооружения, а Кидога высказал догадку, что там, по-видимому, содержат слонов. Опять, как и много дней назад, на Востоке, пришельцы предстали перед вождями и старейшинами огромного селения. Опять рассказывалась необыкновенная повесть о мятежных рабах, которой прибавился новый подвиг далекого пути по неизвестной стране. Вожди подробно расспрашивали путников, осматривали их оружие. Красные клейма с именем фараона на спинах составляли Пандиона и Кави рассказывать о своих странах на севере далекого моря. Пандиона удивил широкий кругозор этих людей. Они не только слыхали о стране Нуб, откуда пришли чужеземцы, но знали еще множество мест Африки на Восток, Север, Юг и Запад. Кидога торжествовал. Теперь повелители слонов покажут дорогу к родине, и скитальцы быстро достигнут ее, следуя верным путем. Короткое совещание старейшин решило участь пришельцев. Им было позволено отдохнуть несколько дней в селении, получить кровь и пищу по священному долгу гостеприимства. Бывших рабов поместили в большой хижине на окраине селения. Усталые путники могли спокойно отдыхать. Еще больше подбодрило их то, что близок конец странствованиям. Пандеон, Кидога и Кави бродили по селению, присматриваясь к жизни народа, внушавшего им уважение своей властью над гигантскими животными. Пандеон изумлялся длинным загородком для привязи скота, сделанным из слоновых бивней. Молодому Элину чудилось в этом нарочитое презрение к страшным чудовищам. Загородки и слоновых бивней встречались в верховьях Нила у шелуков еще в середине XIX века. Каким же количеством клыков располагал народ, если мог тратить драгоценную слоновую кость на такие пустяковые дела? Когда Пандеон задал такой вопрос одному из жителей поселка, тот важно посоветовал ему попросить у вождей разрешение осмотреть большой склад в центре поселения. «Там сложено клыков вот сколько!» Человек показал на прогалину между двумя хижинами длиной в полтора столоктей и затем поднял над головой палку, обозначив высоту сложенной из бивней стены. «Как вы можете повелевать слонами?» Не утерпев, задал вопрос Пандеон. Собеседник его нахмурился и подозрительно посмотрел на Элина. «Это тайна для чужеземцев», – медленно ответил он. «Спроси, если хочешь, об этом у вождей. Те из них, которые носят на шее золотую цепь с красным камнем, и есть главные учители слонов». Пандеон вспомнил, что им было запрещено приближаться к окруженной рвом изгороди и замолчал, досадуя на себя за промах. В это время Кидога позвал друга. Негр оказался под длинным навесом, где работали несколько человек. Пандеон увидел там гончарную мастерскую. Мастера повелителей слонов изготовляли большие глиняные горшки для зерна и пива. Кидога не утерпел. Взяв большой ком хорошо размешанной влажной глины, негр уселся на корточки, поднял глаза к тростниковому потолку, подумал и принялся лепить уверенными движениями своих больших, истосковавшихся по любимой работе рук. Пандеон следил за работой друга. Мастера, пересмеиваясь, не прерывали своего дела. Медленно срезали, сглаживали и принимали глину черные руки. Бесформенной массе стали намечаться контуры широкой заостренной спины, складок кожи, свисавший мешком с плеч. В глине выступил характерный облик слона. Гончары умолкли и оставив работу, окружили Кидога, а тот, увлекшись, не обращал ни на кого внимания. Вот твердо стали на почву толстые ноги. Слон поднял голову с вытянутым вперед хоботом. Кидога нашел несколько палочек и, воткнув их веером, вылепил на этой основе раскинутые в сторону перепончатые уши. Восторженные восклицания послышались и смолкли. Один из гончаров незаметно вышел с поднавеса и исчез. Кидога работал над задними ногами слона, не замечая, что в круг собравшихся зрителей пошел вождь. Старик с длинной худой шеей, с массивным крючковатым носом и маленькой поседевшей бородкой. На груди вождя Пандион видел красный камень на золотой цепи. Это был один из главных учителей слонов. Старик молча следил за окончанием работы негра. Кидога отошел, потирая запачканные в глине ладони, улыбаясь и критически осматривая фигуру слона высотой в локоть. Горшечники одобрительно завопили. Старый вождь поднял тяжелые брови и шум утих. Старик с видом знатока притронулся к мокрой глине, потом сделал кидога знак подойти к нему. «Ты, я вижу, мастер!» Многозначительно произнес вождь. «Если легко и просто сделал то, чего не может ни один из нашего народа, отвечай, можешь ли ты сделать такое же изображение, но не слона, а человека?» И вождь ткнул себя в грудь. Кидога отрицательно замотал головой. Вождь помрачнел. «Но среди нас есть мастер лучше меня, мастер далекой северной страны», сказал кидога. «Твое изображение может сделать он!» Негр указал настоявшего поблизости пандиона. Старик повторил свой вопрос, обращаясь к молодому Элину. Пандион увидел умаляющие глаза друга и согласился. «Только знай, вождь», сказал Пандион, «на моей родине высекают фигуры из мягкого камня или вырезают из дерева. Здесь у меня нет ни инструментов, ни камня. Я могу сделать тебя только из этой же глины. Вот так!» И молодой Элин провел ребром ладони поперек груди. «Глина скоро высохнет и растрескается. Твое изображение простоит лишь несколько дней». Вождь улыбнулся. «Я хочу только посмотреть, что может сделать чужеземный мастер», сказал старик. «И наши мастера пусть посмотрят». «Хорошо, я попробую», – отвечал Пандион, «но тебе придется сидеть передо мной, пока я буду работать». «Зачем?» – удивился вождь. «Разве ты не можешь лепить, как он?» Старик показал на Кидога. Пандион замялся, подыскивая слова. «Я сделал просто слона», – вмешался в разговор Кидога. «Но разве ты, учитель слонов, не знаешь, что один слон не походит на другого? Только незнакомому с ними человеку слоны кажутся все, как один». «Ты сказал верно», – согласился вождь. «Для меня видна сразу душа любого слона, и я могу предсказать его поведение». «Вот», – подхватил Кидога, – «чтобы сделать такого слона, я должен видеть его перед глазами». «Так и мой товарищ, он сделает не просто человека, а именно тебя, и ему нужно смотреть на тебя при работе». «Я понял», – сказал старик. «Пусть твой товарищ приходит ко мне в час дневного отдыха, и я буду сидеть перед ним». Вождь удалился, гончары поставили глиняное изображение слона на деревянную скамейку. Любопытные жители все прибывали. «Ну, пандеон», – сказал Кидога другу, – «в твоих руках наша судьба. Если твоя статуя понравится вождю, повелители слонов помогут нам». Молодой Элин кивнул головой, и оба друга пошли к дому, провожаемые толпой детей, следовавших по пятам за странными пришельцами. «Ты можешь говорить?» – спросил вождь, откинувшись на высоком неудобном сидении, в то время как пандеон торопливо накладывал принесенную гончаром глину на толстый обрубок дерева. «Это не помешает твоему делу?» «Могу, только я плохо знаю ваш язык», – отвечал пандеон. «Я не смогу понять всего, что ты скажешь, и буду отвечать тебе малыми словами». «Тогда позови твоего друга, жителя приморских лесов, пусть он будет с тобою. Мне скучно сидеть подобно безязычной обезьяне». Явился кедога и уселся, поджав ноги у стула вождя между стариком и пандеоном. С помощью негра вождь и эллин смогли довольно свободно беседовать. Вождь расспросил пандеона о его земле, и пандеон проникся доверием к умному, много повидавшему повелителю слонов. Пандеон рассказал старику о своей жизни на родине, о Тессе, о путешествии на Крит, рабстве в такем и своих намерениях вернуться на родную землю. Он говорил, пальцы его лепили, а кедога переводил все сказанное. Скульптор работал с особенным вдохновением и упорством. Статуя вождя показалась ему указательным столбом в гавань его родины. Воспоминания разожгли нетерпение. Остановка у повелителей слонов опять томила молодого Элина. Старик вздохнул и пошевелился. Он, видимо, устал. «Скажи мне что-нибудь на своем языке!» Вдруг попросил старый вождь. «То элеником элевторем!» Произнес громко Пандеон. «Страна другая». И слова здесь зазвучали очень странно, сказал старик. В глубине Африки такие слова я не слышал. Слова, которые так любил повторять его дед, рассказывая мальчику Пандеону о славе героев родного народа, вырвались у Пандеона от сердца. «Что ты сказал?» Переспросил вождь. Пандеон объяснил, что эти слова выражают мечту каждого жителя его страны. «Свобода эллинская!» Старик задумался. Кидога осторожно заметил Пандеону, что вождь устал, но сегодня хватит. «Да, довольно!» Поднял голову учитель Слонов. «Приходи завтра!» «Сколько дней тебе еще нужно?» «Три дня!» Уверенно сказал Пандеон, несмотря на предостерегающие знаки Кидога. «Три дня!» «Это ничего!» «Я потерплю!» Согласился старик и поднялся с сиденья. Пандеон и Кидога обернули глину мокрой тканью и убрали в темную кладовую рядом с домом вождя. На второй день оба друга рассказали вождю о такем, его могуществе и исполинских постройках. Старик хмурился, но слушал с большим интересом. Когда Пандеон упомянул об однообразии узкого мира египтян, вождь оживился. «Теперь пора вам узнать о моем народе», – важно сказал старик. «Вы унесете вести о нем в ваши далекие страны». И вождь поведал друзьям, что повелители слонов, пользуясь своим могуществом, совершают далекие путешествия по стране. Единственная опасность, которая грозит им, едущим на слонах, исходит от встречных стад слонов. Слон всегда может неожиданно решиться уйти к своим диким сородичам, но есть известные способы предотвратить это. Вождь говорил о том, что дальше на восток и юг, от тех мест, где жили у гостеприимного народа бывшие рабы, за болотами и горами лежат пресные моря. Пресные моря – это цепь великих озер Восточной Африки. Они так велики, что по ним можно плавать только на особых лодках. И для того, чтобы пересечь пресное море, требуется несколько дней. Эти пресные моря идут цепью друг за другом в южном направлении, окаймлены горами, извергающими дым, пламя и огненные реки. Но за морями опять идет суша, высокие плоскогорья, населенные многочисленными животными, а настоящий край земли, берег бесконечного моря, лежит на востоке за каймой болот. На плоскогорьях стоят не очень далеко друг от друга две гигантские ослепительно-белые горы, красоту которых не может представить человек, не видевший их. Тремучие леса опоясывают эти горы. В лесах обитают дикие люди и таинственные звери редкой древней породы, описать которых невозможно. Повелители слонов видели ущелья, заваленные огромными костями в перемешку с останками людей и обломками каменного оружия. Дикие кабаны ростом с носорога иногда попадались в зарослях вблизи северной Белой горы и один раз видели там животное не меньше слона, только более тяжелое, с двумя рогами, расположенными рядом на конце морды. На пресных морях живут люди в плавающих селениях, неуязвимые для врагов и сами не дающие никому пощады. Подразумеваются Кения и Килиманджаро, две высочайшие вершины Африки с вечными снегами и ледниками. Плавающие селения встречаются в настоящее время на Великих озерах. Они построены на больших плотах. Пандеон спросил вождя, как далеко идет на юг земля Африки и верно ли то, что там солнце опять спускается ниже. Старик воодушевился. Оказалось, что он сам начальствовал в великом походе на юг, когда ему не исполнилось еще сорока лет. Они шли на двадцати отборных слонах за золотом и за драгоценной травой тамошних степей, возвращающей силы старикам и больным. За большой рекой, текущей с запада на восток, где гремят исполинские водопады и в столбах водяных брызг стоит вечная радуга, растирается необозримая степь колубых трав. По краям степи, вдоль моря, на западе и на востоке растут могучие деревья, листья которых будто сделаны из полированного металла и горят на солнце, как миллионы зеркал. Цвет травы и листьев на дальнем юге не зеленый, а серый, голубой или сизый, что придает местности чужой холодный вид. На самом деле, чем дальше на юг, тем холоднее. Дожди, которые там наступают во время нашей засухи, кажется, совсем уносят тепло. Старик рассказал Пандиону о небычайном серебряном дереве, встречающем далеко на юге в горных ущельях. Это дерево высотой до 30 локтей, имеющее тонкую поперечную морщинистую кору, густые ветви, покрытые блестящими как серебро и мягкими как пух листьями, исполнено волшебного очарования. Замбези с ее знаменитым водопадом Виктория. Степь голубых трав – это южноафриканская степь. Южная Африка отличается от особенной растительности, в которой преобладает сизая, голубоватая и зеленовато-голубая окраска растений. Деревья с зеркально-блестящими листьями характерны для лесов Южной Африки. Бесплодные каменистые горы поднимаются исполинскими лиловыми башнями и отвесными стенами, а у их подножия ютятся корявые деревья, покрывающиеся большими пучками ярко-красных цветов. В бесплодных местах степи и на россыпях скал растут уродливые кусты и низкие деревья. Мясистые листья, наполненные ядовитым соком, сидят, как растопыренные пальцы, на самых концах попарно разветвленных, устремляющихся прямо в небо. У других такие же листья, красноватого цвета, загибаются вниз и образуют густую шапку на конце кривого ствола без ветвей в четыре локтя высоты. Близ рек и на опушках лесов встречаются развалины древних построек, сделанных из огромных камней, видимо, могущественным и искусным народом. Однако сейчас никто не живет около развалин, только страшные дикие собаки воют в них при свете луны. По степи бродят кочевники-скотоводы или нищие охотники. Еще дальше на юг обитают народы с серой светлой кожей, владеющие бесчисленными стадами. Но туда не заходил отряд повелителей слонов. Пандион и Кедога жадно слушали вождя. Повесть о голубой южной степи казалась сказкой, вплетенной в действительность. Но голос старика звучал убедительно. Разные виды алоэ семейства лилейных, также драконовых деревьев. Народы гогентоцкого типа в древние времена были распространены гораздо шире, чем теперь. Есть основания думать об их родстве с древними египтянами. Вождь часто устремлял вдаль возбужденно блестевшие глаза. И Пандиону казалось, что перед стариком проходили сохраненные памятью картины. Вдруг вождь оборвал рассказ. Ты перестал работать, усмехнулся он. Тогда мне придется сидеть перед тобой еще много дней. Пандион заторопился, но это, пожалуй, было не нужно. Молодой скульптор чувствовал, что бюст старого вождя удался ему, как ни одна вещь прежде. Мастерство зрело в нем незаметно и постепенно, несмотря на все перенесенные испытания. Огромные опыты наблюдения в Айгюптосе не прошли даром. На третий день Пандион несколько раз сравнивал лицо вождя со своей глиняной моделью. «Готово!» – сказал он, глубоко вздохнув. «Ты кончил?» – переспросил вождь. И на утвердительный кивок головы скульптора встал и подошел к своему изображению. Кидога восторженно смотрел на создание Пандиона, едва сдерживая слова одобрения. Одноцветная глина приняла все характерные черты властного, умного и сурового лица с твердыми, выдвинутыми вперед челюстями, широким покатым обом, тяжелыми губами и раздувшимися ноздрями толстого носа. Старый вождь негромко крикнул, обернувшись к дому. На зов появилась одна из жен, молодая, со множеством мелких косичек, подрезанных челкой над бровями. Она подала старику круглое зеркало из полированного серебра явно северной работы, неведомыми путями попавшая в гуть Африки. Вождь поднес зеркало на вытянутой руке к щеке из вояния и сосредоточенно стал сравнивать свое отражение с творением Пандиона. Пандион и Кидога ожидали суждения старика. Долго молчал вождь. Наконец опустил зеркало и тихо сказал «Велика сила человеческого умения! Ты, чужеземец, владеешь этой силой, как никто в нашей стране. Ты сделал меня лучше, чем я есть. Значит, ты думаешь обо мне хорошо. Я отплачу тебе тем же, какой бы ты хотел награды!» Кидога подтолкнул Пандиона, но молодой Элин ответил мудрому старику словами, казалось, исходившими из самого сердца. «Вот я весь перед тобой. У меня нет ничего, кроме копья, подаренного мне». Пандион запнулся и порывисто закончил. «И мне ничего не нужно здесь, в чужой для меня стране. Еще у меня есть родина. Она так далеко от меня, но это самое большое мое богатство. Помоги мне вернуться туда!» Учитель Слонов положил руку на плечо молодого Элина отеческим жестом. «Мне хочется еще говорить с тобой. Приходи завтра вместе с твоим другом, а сейчас покончим дело. Я велю нашим мастерам высушить глину так, чтобы она не растрескалась. Теперь я хочу сохранить свое изображение. Они вынут лишнюю глину изнутри и покроют ее особой смолой. Они умеют это делать. Только мне не нравятся слепые глаза. Можешь ты вставить в них камни, которые я тебе дам». Пандион согласился. Старик снова позвал жену. Она появилась на этот раз ящиком, обтянутым леопардовой шкурой. Из ящика вождь достал объемистый мешочек и высыпал из него на ладонь горсть крупных, прозрачных, как вода, граненных камней овальной формы. Необычайный искрящийся блеск их привлек внимание Пандиона. Каждый камень как бы собирал в себе всю силу солнечного света, оставаясь вместе с тем холодным, прозрачным и чистым. «Я всегда желал иметь такие глаза», сказал вождь, «чтобы они собирали свет жизни, не меняясь сами. Выбери лучшие и вставь их». Молодой скульптор повиновался. Статуя вождя приобрела особенный, непередаваемый вид. В серой, сырой глине сияли на месте глаз светоносные камни. От их блеска лицо наполнилось волшебной жизнью. Контраст, сначала показавшийся Пандиону неестественным, потом изумил его. Чем дольше он всматривался, тем большую гармонию видел он в сочетании прозрачных глаз с темной глиной скульптурой. Учитель Слонов был очень доволен. «Возьми себе на память этих камней, чужеземный мастер», воскликнул вождь и высыпал в горсть Пандиона несколько штук. Некоторые превышали величиной косточку сливы. Эти камни тоже из южных степей, их находят там в реках. Тверже и чище этих камней нет ничего. Это алмаз. «Покажи на своей далекой родине чудеса юга, добытые повелителями слонов!» Пандион поблагодарил старика, ушел на ходу, пряча подарок в мешочек с камнем яхмаса. «Не забудь! Приходи завтра!» крикнул ему старый вождь. В хижине бывшие рабы оживленно обсуждали, что получится в результате успеха выпавшего на долю Пандиона. Надежда на скорое продолжение пути все крепло. Казалось невозможным, чтобы повелители слонов не отпустили путников и не показали им верной дороги. Назначенное время Пандион и Кедога появились у дома вождя. Старик поманил их рукой. Друзья уселись у ног стараясь скрыть волнение. Старик посидел некоторое время молча, потом заговорил, обращаясь сразу к обоим. «Я совещался с другими вождями, и они согласны со мной. Через пол луны, после большой охоты, мы отправляем отряд на запад за целебными орехами и золотом. Шесть слонов пойдут через лес и дальше в верховье большой речки, в семи днях пути отсюда. «Дай мне палку!» приказал вождь Пандиону. На земле старик начертил берег морского залива углом врезавшегося в сушу. И Кедога слабо вскрикнул. Вождь провел извилистую черту, обозначавшую речку с разветвлением на конце, и поставил в развилении крестик. «Слоны дойдут вот сюда. Вы пойдете за ними следом и легко перейдете лес. Дальше вам придется идти самим. Но до моря останется пять дней пути». «Отец и владыка, ты спасаешь нас!» В ней себя закричал Кедога. «Эта речка течет уже в пределах моей страны, и мне знакомо золотоносное плоскогорье». Негр вскочил и заметался перед вождем. «Я знаю», спокойно сказал старик, насмешливо улыбаясь. «Я знаю твой народ и твою страну. И некогда знал там сильного вождя Ио-Румефу». «Ио-Румефу?» захлебнулся Кедога. «Это мой дядя по матери». «Хорошо», перебил вождь негра. «Ты передашь ему привет от меня. Теперь ты понял все». И не дожидаясь ответа, он закончил. «Я хочу говорить с твоим другом». Вождь повернулся к пандиону. «Я чувствую, ты будешь большим человеком в своей стране, если удастся тебе вернуться на родину. Ты расскажешь там о нас. Народы должны знать друг друга, а не бродить в потемках, вслепую, подобно стадам животных в степи или в лесу. Одни искусны в охоте, другие племена в плавании, третьи в мастерстве или добывании металлов. Хорошо бы нам учиться друг у друга, передавать знания. Тогда могущество людей быстро возросло бы. «Ты прав», «мудрый вождь», ответил пандион, «но почему же вы тогда окружаете такой тайной обучения слонов? Почему не расскажете об этом другим племенам, чтобы те тоже жили в довольстве, подчинив себе страшных великанов?» «Обучение слонов тайно только для глупцов», улыбнулся старик. «Любой умный человек легко ее разгадает. Но помимо тайны есть тяжелый и опасный труд, исполненный бесконечного терпения. Мало одного ума, нужна еще и работа. Мало в здешней земле племен, которые обладали бы сразу тремя качествами, имеющимися у моего народа. умом, трудолюбием и безмерной отвагой». «Чужеземец, знай, что взрослого слона приручить невозможно. Мы ловим их совсем молодыми. Молодой слон обучается десять лет. Десять лет упорного труда нужно затратить, чтобы животное стало понимать приказания человека и выполнять нужную работу». «Десять лет?» – воскликнул озадаченный пандеон. «Да, не меньше, если ты правильно определил характер слона. Но если ты ошибся, ты не справишься с ним и в пятнадцать. Среди слонов есть и упрямцы, и тупицы. Не забудь еще, что добыча молодых слонов связана с огромной опасностью. Мы должны ловить их своими руками без помощи обученных слонов, иначе прирученные животные тоже уйдут со стадом. Они помогают уже потом, когда стадо прогнано, а молодые слоны схвачены. На каждой охоте всегда гибнет несколько наших храбрецов». В голосе вождя послышался отзвук печали. «Скажи, ты видел упражнения наших молодых воинов?» «Да?» «Это тоже необходимое для ловли слонов искусство». Пандеон несколько раз смотрел на необыкновенные игры повелителей слонов. Войны вкапывали на ровной полянке два высоких шеста и привязывали к ним поперечную бамбуковую перекладину на высоте пяти локтей от земли. Затем, разбежавшись, они как-то по-особенному боком вскидывались в воздух и перелетали через перекладину. Тело прыгуна изгибалось, почти складываясь пополам, и летело в высоту правым боком по направлению прыжка. Пандеон никогда не видел таких высоких прыжков. Некоторые, более умелые, прыгали на высоту даже шести локтей. Молодой Элин, удивленный искусством повелителей слонов, не понимал, однако, для чего им нужно это умение? Слова сурового вождя немного разъяснили ему значение упражнений. Бождь помолчал, потом повысил голос. Теперь ты видишь, насколько трудно это дело. Охотятся на слонов и другие племена. Они убивают их с деревьев тяжелыми копьями, загоняют в ямы, подкрадываются во время сна в лесу. Вот что! Вождь хлопнул себя по колену. Я велю взять тебя на охоту за слонами. Она будет скоро, до того, как пойдет отряд в западный лес. Хочешь увидеть славу и муку моего народа? Хочу и благодарю тебя, вождь, а товарищем, можно будет пойти со мною. Нет, всех вас слишком много. Позови с собой одного-двух, иначе вы окажетесь помехой. Пусть со мной пойдут два моих друга. Вот он, Пандион указал на Кидога, и еще один. Кто? Тот угрюмый, густобородый? Спросил учитель слонов, подразумевая Кави, и молодой Элин подтвердил правильность его догадки. Я хотел бы тоже побеседовать с ним, пусть он придет ко мне, сказал старик. Ты, наверное, хочешь скорее передать товарищам весть о том, что мы согласны помочь вам. Когда мы назначим день охоты, тебе скажут. И старик жестом руки отпустил обоих друзей. Под зловещие удары барабанов охотники собрались в дорогу. Часть выступала на слонах, нагруженных веревками, едой и водой, другие пошли пешком. К ним примкнули Кави, Кидога и Пандион, вооруженные своими могучими копьями. Двести охотников перешли речку и двинулись по степи в северном направлении. Грядья обнаженных скал, едва видневшихся в синей дымке над горизонтом. Охотники шли очень быстро, так что даже таким ходокам, как три друга, было нелегко поспеть за ними. От подошвы горной гряды к югу и востоку степь была совершенно плоской, с выжженными большими и ровными участками. Желтая равнина под ветром покрывалась облачками пыли, обегавшими тусклую зелень деревьев и кустарников. Ближайшие обрывы были видны ясно, но дальние скалы скрывались серо-голубым туманом. Закругленные вершины выступали, как огромные черепа призрачных слонов. Более низкие топорщились, напоминая спины крокодилов. заночевав у южного конца цепи утесов, повелители слонов на рассвете двинулись вдоль их восточного склона. Впереди над равниной клубилась красноватая марева. В нем дрожали и расплывались силуэты деревьев. Обширное болото простиралось на север. От толпы охотников отделился юноша, велел чужеземцам следовать за ним и начал взбираться на горную гряду. Кави, пандионы Кидога поднимались по уступу на высоту в двести локтей. Над их головами возвышался пышущий с жаром каменный откос. По ярко желтой поверхности скал змеились черные трещины. Охотник довел друзей до выступа, приходившегося против края болота, велел укрыться за пучками жесткой травы и камнями. Сделав знак молчания и исчез. Этруск, негр и элин долго лежали под палящими лучами солнца, не смея разговаривать. Ни одного звука не доносилось со стороны растилавшейся внизу долины. Вдруг слева послышался неясный хлюпающий шум, приближавшийся и усиливающийся. Пандион он осторожно выглянул с под камня сквозь едва колеблющуюся траву и замер. Темно-серая туча тысяч слонов покрыла болото. Гигантские животные проходили насквозь. От гряды скал, пересекая границу степи и болота направлялись на юго-восток. Тела животных ясно выделялись на желто-серой траве. Слоны шли стадами от ста до пятисот штук. Группы следовали одна за другой цепью с небольшими промежутками. Каждая стада грудилась плотной массой. Животные тесно прижимались друг к другу и сверху казалось, что движется сплошное серое пятно с волнистой поверхностью сотен спин, испещренной белыми черточками бивней. На топких местах стадо растягивалось в узкую ленту. Некоторые слоны бросались в стороны, растопыривая уши и смешно расставляя выпрямленные задние ноги. Но потом снова вливались в поток. Одни, большей частью, огромные самцы не торопясь переставляли ноги, опустив головы и уши. Другие важно выступали, высоко приподняв переднюю часть тела и перекрещивая задние ноги. Третьи часто поворачивались боком, оттопыривая тонкие хвосты. Бивни самой различной величины и формы, короткие и длинные, почти касавшиеся земли, изогнутые прямые, белели в темно-серой массе огромных тел. Кидога приблизил губы к уху пандиона. Слоны переходят на болото и реки, степь высохла, прошептал негр. А где же охотники? спросил молодой Элин. Они спрятались, ждут стадо, где много маленьких слонов. Такое стадо пойдет сзади всех. Здесь видишь только взрослые. Почему у одних слонов короткие бивни, а у других они длинные? У них бивни сломаны. В битве между собою? Мне говорили, между собой слоны дерутся редко. Гораздо чаще слон ломает бивни, когда валит деревья. Бивнями он выворачивает деревья, чтобы съесть плоды, листья и тонкие ветви. У лесных слонов бивни гораздо крепче, чем у степных. Вот почему из лесов идет для торговли твердая слоновая кость, а из степей мягкая, «А эти слоны степные или лесные? Степные, посмотри сам», Кедога указал на старого слона, замескавшегося недалеко от скалы, где сидели друзья. Серый великан, стоя по колене в траве, повернулся прямо к смотревшим на него. Широко раскинутые уши оттопырились. Кожа их натягивалась, как парус, нижние края висали мелкими складками. Слон опустил голову. От этого движения покатый лоб животного выдвинулся вперед, глубокие ямы ввалились между глазами и теменем, и вся голова сделалась похожей на толстую, утончавшуюся к низу колонну, незаметно переходившую в отвесно опущенный хобот. Поперечные складки, похожие на темные кольца пересекали хобот на равных промежутках. У основания его коса в сторону и книзу расходились кожистые трубки, из которых торчали очень толстые и короткие бивни. Я не понимаю, как ты узнал, что слон степной прошептал пандеон, внимательно осмотрев спокойного старого великана. Видишь его бивни, они не сломаны, а стерты. У старика они не растут так, как у слона в расцвете сил, и он сильно стер их потому, что они мягкие. У лесного слона не увидишь таких бивней, они чаще бывают тонкие и длинные. Друзья тихо переговаривались, время шло, передние склоны скрылись за горизонтом, стадо превратилось в темную полосу. Слева показалось еще одно большое стадо, во главе шли четыре самца чудовищной величины, около восьми локтей высоты. Они двигались, покачивая головами, и длинные, слегка изогнутые бивни, то поднимались, то касались травы острыми концами. В стаде было много слоних, отличавшихся впалыми спинами и большими складками кожи на боках. За ними вплотную к задним ногам неуверенно шли маленькие слонята, а сбоку несколько особняком весело ступала подросшая молодежь. Маленькие бивни и уши, небольшие продолговатые головы, большие животы и одинаковая высота передних и задних ног отличали их от взрослых. Друзья поняли, что приближается решительный момент охоты. Маленьким слонам трудно было идти по болоту, и стадо отклонилось вправо, выбравшись на твердую почву между кустарниками и редкими деревьями. «Почему слон такой тяжелый не вязнет в болоте?» опять спросил пандеон. «У него особые ноги», начал кедога. «Он оглушительный гром металлических листов и барабанов, неистовые вопли внезапно разнеслись по степи, у друзей перехватило дух от неожиданности. Слоновье стадо в панике ринулось к болоту, но там из травы возникла цепь людей с барабанами и трубами. Впередние ряды животных отпрянули назад, остановив напор задних. Пронзительный трубящий рев испуганных слонов, гром металлических листов, хруст ломающихся ветвей. В этом адском шуме изредка пробивались тоненькие жалобные вопли слонят. Животные заметались, то скучиваясь вместе, то бросаясь в рассыпную. В хаосе мечущихся гигантов в клубах густой пыли мелькали люди. Они не приближались к стаду, перебегали, выстраивались и снова ударяли в листы. Постепенно друзья поняли, что делали охотники. Они отбивали молодых слонов от взрослых и оттесняли их направо в широкое устье сухой долины, врезанной в скалистую цепь и загражденной полосой деревьев. Серые великаны устремлялись на охотников, стремясь растоптать, сокрушить неведомо откуда взявшихся врагов, но люди высоко подпрыгивая на мгновение скрывались в кустарниках и деревьях. Пока разъяренные животные размахивали хоботами, разыскивая спрятавшихся врагов, с другой стороны возникали новые ряды воинов, бешено орущих и гремящих металлическими листами. Слоны бросались на этих охотников, и люди опять повторяли тот же маневр, стараясь отделить молодых животных. Стадо отходило все дальше в степь, серые тела скрылись за деревьями и только оглушительный шум и высоко взлетавшаяся пыль указывали на место охоты. Ошеломленные друзья, пораженные бесстрашием и ловкостью людей, избегавших ярости, кидавшихся на них чудовищ и неуклонно продолжавших свое опасное дело, молча смотрели на опустевшую степь с примятым кустарником и поломанными деревьями. Кидога озабоченно хмурился, прислушивался и, наконец, тихо сказал, что-то плохо, охота пошла не так, как нужно. «Откуда ты знаешь это?» удивился Кави. «Если они привели нас сюда, значит, рассчитывали, что стадо пойдет на восток, прямо на нас». «А теперь стадо ушло вправо, я думаю, это нехорошо». «Пойдем туда», предложил Пандион, «назад по уступу, как пришли». Кидога недолго размышлял и согласился. В сумятице сражения их приход ничего не значил. Укрываясь за травой и камнями, низко пригнувшись, этрус Келин и негр передвинулись на тысячу локтей назад, вдоль скалистой цепи, пока не оказались снова над открытым местом равнины. Друзья увидели расселину в скалах, куда охотникам удалось загнать больше десятка молодых слонов. Люди сновали между деревьями, искусно набрасывая на слонят петли и привязывая к стволам. Цепь охотников, вооруженных широкими копьями, замыкала выход из долины. Грохот и крики раздавались в двух тысячах локтей впереди и направо. Там, по-видимому, находилась большая часть стада. Вдруг отрывистые резкие трубные звуки послышались впереди и слева. Кидога вздрогнул. «Слоны нападают!» тихо прошептал он. Протяжно застонал человек, гневные крики другого прозвучали командой. В дальнем конце открытой поляны, там, где два раскидистых дерева отбрасывали большие пятна тени, друзья заметили движение. Мгновение и оттуда вынурнул огромный слон с растопыренными ушами и вытянутым вперед, как бревно хоботом. Рядом с ним возникли два таких же гиганта. Пандеон узнал чудовищных вожаков стада. Четвертый в сопровождении еще нескольких слонов бежал позади. На перерез слонам справа из кустов выскочили охотники. Они вклинились между ними, на ходу бросая в слона появившегося последним копья. Тот неистово затрубил и бросился за людьми, быстро бежавшими в сторону болота. За ним повернули и остальные слоны. Три вожака, не обращая внимания на хитрый маневр людей, отделивших их от товарищей, продолжали нестись к долине в скалах, должно быть привлеченное криками молодых слонов. Худо, худо! Вожаки вернулись с другой стороны, взволнованно шептал кедога, ставливая до боли руку пандиона. Смотри, смотри на храбрецов, воскликнув забывшись кави. Войны, заграждавшие вход в долину, не дрогнули, не спрятались от разъяренных чудовищ. Они выступили вперед длинной цепью. Выгоревшая низкая трава не могла скрыть ни одного движения людей. Слон, бежавший первым, устремился прямо в середину цепи охотников. Двое людей остались неподвижными, а их соседи с обеих сторон вдруг прыгнули навстречу налетавшему чудовищу. Слон замедлил бег, высоко поднял тяжелый хобот и злобно свистя, стопотом обрушился на людей. Не больше десяти локтей расстояния оставалось между храбрецами и слоном, когда те молниеносно прыгнули в стороны. И в этот же миг у задних ног чудовища выросли по два человека с каждой стороны. Двое вонзили широкие копья в брюхо животного, двое откинувшись назад, ударили по задним ногам слона. Высокий свистящий звук вырвался из поднятого хобота вожака. Опустив его, слон повернул голову в сторону ближайшего справа человека. Тот не успел или не мог увернуться. Брызнула кровь, и три друга отчетливо увидели обнажившиеся на плече и боку человека кости. Раненый безмолвно упал, но и гигантский слон грузно сел на задние ноги и медленно боком двинулся в сторону. Охотники, оставив его, присоединились к товарищам, сражавшимся с двумя другими вожаками. Те оказались умнее или уже имели опыт в борьбе с человеком. Исполинские чудовища бросались из стороны в сторону, не давая возможности подкрасться к ним сзади и задавили трех охотников. В лучах заходившего солнца багровела пыль, застилавшая место битвы. Восьмилоктевые гиганты казались черными башнями, у подножия которых сновали бесстрашные люди. Они прыгали, увертываясь от длинных клыков, подставляли под хоботы упертые в землю колья, с криками забегали сзади, отвлекая нападающих слонов от товарищей, гибель которых была бы неизбежной. Животные, разъяренные даниистовства, беспрерывно трубили, когда они поворачивались головами к скале, на которой сидели три друга, то казались необычайно высокими. Широкие пятна растопыренных ушей раскачивались над людьми. Сбоку слон с опущенной головой казался ниже, бивни почти загребали землю, готовые вот-вот поддеть человека. Пандион, кедога и кави понимали, что видят только часть сражения. Оно происходило и вдали за деревьями, где находилось все стадо, и налево на болоте, куда побежали охотники, отвлекая четвертого вожака и прорвавшихся с ним слонов. Что делалось там, было тайной для друзей. Но они не могли думать об этом, кровавое сражение перед ними всецело завладело их вниманием. Из-за деревьев загремели, приближаясь барабаны. Отряд в несколько десятков бойнов прибыл на подмогу к сражавшимся. Вожаки слонового стада остановились как бы в нерешительности, люди грозно закричали, размахивая копьями и тогда чудовища отступили. Они бросились к своему третьему товарищу, лежавшему на земле и, подогнув колени, стали по бокам раненого, подсунули под него бивни и подняли на ноги. Затем, стиснув его своими телами, гиганты потащили его за деревья, уронили, опять подняли и скрылись. Несколько охотников бросились в догонку, но были остановлены человеком, распоряжавшимся охотой. Не уйдет, скоро бросят, опять разъярятся, перевел кедога его слова. Шум направо все удалялся и затихал. Битва, по-видимому, была выиграна. Со стороны болота с севера показалось несколько охотников. Они несли два неподвижных тела. На троих друзей никто не обращал внимания. Негры, труска и эллин осторожно спустились в степь, чтобы осмотреть поле боя. Друзья пошли туда, где была главная часть стада. Пробиваясь через кусты, кедога опять испуганно отпрянул на сломанном отпадении слоновой туши. В дереве лежал умирающий слон. Конец его хобота слегка шевелился. Дальше деревья становились реже, и между ними виднела серая груда. Второй слон лежал на брюхе с подогнутыми ногами, с выгнутой горбом спиной. Почуяв приближение людей, животное подняло голову. Вокруг его потускневших и запавших глаз залегли глубокие складки кожи, придававшие слону старческое выражение бесконечной усталости. Гигант паник головой, упершись на длинные бивни, потом с глухим стуком упал на бок. Вокруг перекликались охотники. Кедога махнул рукой и повернул назад, с юга опять показалось стадо слонов. Друзья поспешили к скалам, но тревога была ложной. Это подходили обученные животные повелители слонов. Привязанные к деревьям молодые слоны топорщили хвосты и бешено бросались на людей, стараясь достать их вытянутыми хоботами. Слоновожатые оставили прирученных слонов по бокам каждого пленника. Они сжимали пойманного своими телами и уводили к селению. На всякий случай к шее и задним ногам слоненка были привязаны канаты. Каждый канат держали по 15 охотников, шедших впереди и сзади. Лица людей усталые, похудевшие от страшного напряжения, были угрюмы. Уже 11 неподвижных тел было положено на плетеные площадки на спинах слонов, а люди все еще рыскали в кустах в поисках двух куда-то пропавших товарищей. Слонов с пойманными слонятами увели. Охотники сидели и лежали на земле, отдыхая после боя. Друзья подошли к распорядителю охоты и Кедога осведомился, не могут ли они чем-нибудь помочь? Распорядитель сердито посмотрел на них и грубо сказал. Помочь? Чем вы можете помочь, чужеземцы? Охота была тяжелой, мы потеряли много храбрецов, ждите, где вам приказано, не мешайте нам. Друзья отошли к скалам и уселись в стороне, боясь ссоры с людьми, от которых зависело их будущее. Кави, Пандеон и Кедога лежали в ожидании, когда их позовут и негромко разговаривали. Солнце садилось, черные тени от зубчатых скал продвигались в степь. Я не понимаю все же, как громадные слоны не уничтожают в бою всех охотников, задумчиво произнес Кави. Если бы слоны сражались крепче, они просто стерли бы людей в пыль. Ты прав, отозвался Кедога, счастье людей в том, что у слона слабое сердце. Как может это быть, изумился Этруск. Просто слон не привык сражаться, он так силен и велик, что на него никто не нападает, ему не грозят опасности, и только человек осмеливается охотиться на него, поэтому серый великан нестойкий боец. Его воля легко ломается, и он не выдерживает долгого сражения, если не сомнет врага сразу. Вот Буевал другое дело, если бы у него были ум и размеры слона, погибли бы все охотники. Кави промычал что-то неопределенное, не зная, верить ли негру, но вспомнил, какую нерешительность в самый нужный момент боя проявляли слоны сегодня у него на глазах и промолчал. У повелителей слонов копья совсем другие, чем у нас. Лезвие восемь пальцев ширины, вмешался Пандион. Какую же силу надо иметь для удара таким копьем? Кедога вдруг встал и прислушался. Ни одного звука не доносилось с той стороны, где расположились охотники. Золотое от зари небо быстро тускнело. «Они ушли и забыли про нас!» воскликнул негр и выбежал из-за выступа утеса. Все было пусто кругом. Вдали слышались еле различимые голоса. Охотники ушли, оставив троих друзей. «Идем за ними скорей, путь далек!» заторопился Пандион. Но негр остановил друга. «Поздно! Сейчас погаснет заря, и мы в темноте собьемся с дороги», сказал Кедога. «Лучше подождать, пока взойдет луна, это будет скоро». Кави и Пандион согласились и прилегли отдохнуть. Глава восьмая Сыны ветра В непроницаемой тьме завыли гиены, жалобно завопили шакалы. Кедога нервничал, часто поглядывая на восток, где пепельно-серый просвет неба над вершинами деревьев возвещал восход луны. «Я не знаю, есть здесь дикие собаки или нет?» — пормотал Кедога. «Если они придут, будет беда. Собаки нападают дружно всей стаей и одолевают даже буйволов». Небо все светлело, наконец, угрюмо черневшие утесы засеребрились, деревья на степи выделились черными силуэтами. Зашла луна. Крепко сжимая копья, оглядываясь и прислушиваясь, Этруск, Негр и Элин пошли на юг вдоль скалистой цепи. Они спешили покинуть мрачное место битвы, где за кустами и деревьями валялись трупы слонов и пировали пожиратели падали. В бой затих позади степь молчала. Казалось, все вымерло вокруг, только быстрые шаги путников нарушали ночной покой. Кедога старательно избегал густых рощиц и зарослей кустарника, там и сям возвышавшихся на степи таинственными черными холмами. Негр выбирал путь посередине открытых полян, белевших между зарослями, как озера в лабиринте черных островов. Скалистая цепь отогнулась к западу, узкая роща прижала путников к утесам. Кедога повернул направо и пошел по длинной каменистой площадке, спускавшейся к югу. Внезапно негр остановился и, круто повернувшись назад, стал прислушиваться. Пандюн и Кави напрягли внимание, но ни одного звука не было слышно вокруг. По-прежнему царила глубокая тишина. Кедога нерешительно двинулся дальше, ускоряя шаги и не отвечая на тихие вопросы Этруска и Элина. Они прошли еще тысячу локтей и Негр опять остановился. Его глаза в свете луны тревожно блестели. Кто-то идет следом за нами, прошептал он и прилег ухом к земле. Пандюн последовал примеру друга, Этруска стал состоять, прищурив глаза и пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь серебряную завесу лунного света, скрывавшую даль. Пандюн прижимая ухо к горячей каменистой почве сначала слышал только собственное дыхание. Молчаливая грозная неопределенность тревожила его. Вдруг издалека донесся слабый еле слышный шум переданный твердой почвой. Звуки учащаясь равномерно повторились четкими лязгающими ударами. Клик, клик. Пандюн скинул голову и мгновенно перестал слышать. Кидога еще некоторое время прикладывал к земле то одно, то другое ухо. Затем вскочил как подброшенный пружиной. За нами идет большой зверь. Плохо. Я не знаю какой. У него когти наружу, как у собаки или гиены. Значит, это не лев, не леопард. Буйвол или носорог, предположил Кави. Кидога энергично замотал головой. Нет. Это хищник, уверенно отрезал негр. Нужно спасаться. Плохо вблизи нет ни одного дерева, тревожно оглядывая, шептал он. Перед ними простиралась почти ровная щебнистая поверхность. Только пучки редкой травы и небольшие кустики торчали на ее скате. Вперед скорее торопил Кидога и друзья осторожно побежали, опасаясь больших колючек и трещин в пересохшей земле. А сзади слышный теперь уже совсем отчетливо раздавался стук тяжелых когтей. Частота размеренных ударов говорила друзьям, что зверь тоже перешел на быстрый бег и нагоняет их. Клик, 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 тупой ляск становился все ближе. Пандион оглянулся и увидел высокий раскачивающий силуэт серым признаком, призраком следующий позади. Кидога вертел головой, стараясь различить впереди деревья, соразмерить расстояние и скорость бега неведомого зверя. Сообразив, что деревья еще очень далеко и добежать друзья не успеют, негр остановился. Клик, 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 тупой ляск остановился все ближе. Пандион оглянулся и увидел высокий раскачивающийся силуэт серым призраком, следовавший позади. Кидога вертел головой, стараясь различить впереди деревья, соразмерить расстояние и скорость бега неведомого зверя. Сообразив, что деревья еще очень далеко и добежать друзья не успеют, негр остановился. Зверь настигает, нам больше нельзя оставаться спиной к нему. Погибнем с жалкой смертью, взволнованно крикнул негр. Нужно биться, угрюмо проворчал Кави. Три друга стали рядом, повернувшись лицом к грозному серому призраку, приближавшемуся в тишине ночи. Зверь был молчалив, как сама ночь. За все время погони он не издал ни единого звука, и это необычайное для хищника степей свойство больше всего пугало друзей. Серый, расплывчатый силуэт становился темнее, его контуры обозначались все резче, не более трехсот локтей оставалось между друзьями и зверем, когда тот замедлил бег и пошел размашистым шагом, уверенный, что намеченные жертвы не уйдут. Друзья никогда не видели такого зверя. Массивные передние лапы его были длиннее задних. Передняя половина туловища сильно возвышалась над крестцом, спина была поката. На толстой шее прямо сидела тяжелая голова с массивными челюстями, крутым выпуклым лбом. Короткая светлая шерсть была испечрена темными пятнами. На загривке и затылке дыбом торчали длинные жесткие волосы. Зверь отдаленно походил на пятнистую гиену, но не виданных чудовищных размеров. Голова его приходилась на высоте пяти локтей от земли. Широкая грудь, плечи и загривок подавляли своей массивностью. Буграми выпячивались могучие мускулы, огроманные кривые когти, зловеще стучали, нагоняя страх. Зверь двигался странными неровными движениями, виляя низким задом и кланяясь тяжелой головой. Морда была опущена вниз так, что нижняя челюсть почти прижималась к горлу. «Кто это?» глухо спросил Пандиона, облизывая пересохшие губы. «Не знаю», растерянно ответил Кедога, никогда не слыхал про таких зверей. Зверь внезапно сделал поворот. Большие направленные прямо на путников глаза животного зажглись мерцающим пламенем. Зверь описал небольшую дугу вправо от стоящих людей, потом опять повернулся к ним мордой и остановился. Закругленные уши торчали косо вверх по бокам головы. Зверь умен, он зашел так, чтобы луна стала против нас, прошептал учащенно дыша Кедога. Пандиона била нервная дрожь, всегда появлявшаяся у молодого Элина перед опасным боем. Зверь втянувши втянувши и начал медленно приближаться. В движениях животного в его зловещем молчании, в упорном прямом взгляде больших глаз под выпуклым убом было что-то отличавшее его от всех известных друзьям зверей. Люди инстинктивно поняли, что животное, встретившееся им, пережиток иного, древнего мира с другими законами жизни. Плечо к плечу, выставив копья, люди двинулись навстречу ночному чудовищу. На мгновение оно остановилось озадаченное, потом, издав какой-то хрип, кинулось на троих друзей. Раскрылась громадная пасть. Толстые зубы блеснули в лучах луны, а три длинных лезвия могучих копий впились в широкую грудь и шею чудовища. Люди не смогли сдержать напора. Зверь обладал исполинской силой. Копья, упершиеся, в массивные кости вывернулись из рук. Этрус, келин и негр отлетели назад. Кедога и Пандеон успели вскочить, а Кави был подмят зверем. Оба друга бросились на выручку. Чудовище присело на задние лапы и вдруг быстро взмахнуло передними. Притупленные когти ударили Пандеона по бедру с такой силой, что он упал, чуть не потеряв сознание. Зверь наступил огромной лапой на ногу Элина, причинив ему невероятную боль. Суставы хрустнули, когти животного разорвали мясо и кожу. Пандеон, не выпуская копья из рук, оттолкнулся от земли обеими руками. Селясь встать и услышал треск копья Кедога. Поднявшись что негр придавлен зверем, приближающим к нему свою раскрытую пасть. Кедога с вытаращенными глазами упирался руками под челюсть ночного страшилища, тщетно пытаясь отвратить от себя зубы зверя. На глазах Пандеона погибал его верный друг. Вне себя, уже не чувствуя боли, молодой Элин вскочил и вонзил животному копье в шею. Зверь громко щелкнул зубами и повернулся к Пандеону, свалив его этим движением с ног. Молодой Элин не выпустил копья, и уперев древко в землю, содержал чудовище на несколько мгновений. И Кедога успел выхватить нож. Ни негр, ни Элин не увидели, что с другой стороны зверя поднялся кави. Этруск хладнокровно нацелился и обеими руками погрузил копье под лопатку чудовище. Длинное лезвие вошло на локоть. Рев вырвался из раскрывшейся пасти. Зверь конвульсивно дернулся, перекинувшись влево к Этруску. Тот, тянув голову в высоко поднятые плечи, пошатнулся, но устоял. Кедога с пронзительным воплем ударил ножом зверя в горло, и в этот момент копье Этруска дошло до сердца чудовища. Тяжелое тело задергалось в судорогах, нестерпимое зловоние распространилось вокруг. Пандион вырвал копье, вонзив его снова в затылок, но этот последний удар был уже ненужным. Зверь, вытянув шею, ткнувшись мордой в ноги Этруска, выбросил в сторону задние ноги. Они еще двигались, когти скрепли почву. Под кожей сокращались мускулы, но вздебленная на затылке шерсть уже опала. Опомнившись, три друга осмотрели свои раны. У Этруска был вырван целый кусок мяса из плеча, борозды длинных когтей прополосовали спину. Нога Пандиона не была сломана, у него оказалась глубокая рана ниже колена. В стопе были по-видимому растянуты или разорваны связки так, что ступать на ногу молодой Элин не мог. Бог его вздулся и потемнел от удара лапы, но ребра оказались целы. Сильнее всех поздравил Кидога, получивший несколько больших ран и сильно помятый. Друзья перевязывали друг друга разорванные на куски одеждой и радостно переживали свое избавление от страшного чудовища, недвижимо простертого перед ними в ярком свете луны. Больше всех был удручен Пандион, раненая нога не позволяла ему идти. Кидога успокоил друга, уверяя, что сейчас они в безопасности. Труп страшилища охраняет их от всех других хищников, а повелители слонов непременно хватятся и с рассветом найдут отставших. Терпеливо примазугая боль отгоревших ран, друзья растянулись на жестком щебне, но не могли заснуть от возбуждения. Рассвет вспыхнул неожиданно быстро. Солнце согнало таинственную и зловещую тень ночи. пандеон, измученный болью в ноге, раскрыл усталые глаза от громкого восклицания Кидога. Негр рассматривал побежденного ночного преследователя и объяснял этруску, что он видел изображение подобного зверя в такем среди рисунков разных животных в гробнице у города белых стен. Кави недоверчиво оттопыривал нижнюю губу. Кидога клялся и убеждал друга, что жители Кемпт в древности несомненно встречали такое же животное. Солнце поднималось выше. Жажда томила троих друзей, мучила лихорадка от полученных ран. Кидога и Кави решили идти разыскивать воду и тут услышали голоса. Три слона с войнами на спинах двигались через степь ниже каменистого ската, на котором друзья встретились с чудовищем ночи. Повелители слонов, услышав крики негра, заставили животных повернуть и ускорить шаг. Слоны стали подходить к чужеземцам, как вдруг тревожно затрубили и попятились, поднимая хоботы и топорща уши. Войны спрыгнули с плетеных помостов и подбежали к трупу чудовища с криками «Гишу! Гишу!» Распорядитель вчерашней охоты одобрительно посмотрел на друзей, сказал сиплым, надорванным голосом «Вы славные воины, если справились втроем с ужасом ночей, пожирателем толстокожих». Повелители слонов рассказали чужеземцам о Гишу, очень редком и опасном звере. Днем он скрывается неведомо где, а ночью бродит в молчании, нападая на молодых слонов, носорогов и детенышей других крупных животных. Гишу необычайно силен и упорен в сражении, его страшные зубы разом перегрызают ногу слона, а могучие передние лапы давят жертву, ломая ей кости. Кави знаками попросил охотников помочь ему снять шкуру. Четыре воина охотно приступили к делу, не обращая внимания на тяжелый запах, исходивший от животного. Шкура и отрубленная голова были водружены на слона, туда же воины подняли раненых чужеземцев. Слоны, повинуясь легким ударом крючковатых ножей, побежали рысью, быстро одолевая пространство степи. К полудню три друга были в селении. Жители встретили их приветствиями, сопровождавшие чужеземцев войны с высоты слоновых спин. Громко кричали о совершенном подвиге. Сияющий кедога восседал рядом с пандионом на колеблющейся широкой платформе на высоте пяти локтей от земли. Негр неоднократно принимался петь, но каждый раз его обрывали повелители слонов, предупреждая, что слоны не любят шума и привыкли двигаться в молчании. Уже четыре дня пути отделяли друзей от города повелителей слонов. Слово вождя исполнилось. Отряду бывших рабов было разрешено следовать на запад с экспедицией племени. Кавик и долгий пандеон раны которых еще не зажили получили место на спине одного из шести слонов. Остальные шестнадцать их товарищей шли пешком по следам отряда. Животные находились в движении меньше половины дня. Остальное время уходило на их кормежку и отдых. Шедшим пешком удавалось настигать слонов только перед наступлением ночи. Слоны вели животных совсем не той дорогой, которую выбрали бы люди. Они обходили участки высокого леса, устремляющие из поляны и заросли кустарников, где людям пришлось бы прорубать дорогу. Серые гиганты спокойно прокладывали себе путь. Время от времени передний слон заменялся самым задним и отправлялся на отдых в конец отряда. После слонов в чащах оставалась тропа и товарищи Пандеона шли и шли без единого удара ножом, восхищенные легкостью победы над непроходимыми лесами. Еще лучше чувствовали себя ехавшие на слоне три друга. Платформа слабо покачивалась, неуклонно плывя над землей с ее колючками. только сейчас понял Пандеон как много внимания требовали опасности пешего передвижения в дебрях африканских лесов и степей. Только постоянная бдительность давала возможность человеку остаться без повреждений, сохранить силы и боеспособность в дальнейшем пути. насекомые и опасные змеи, топкая грязь гниющих луж, острые щебни каменистых скатов, режущая трава и глубокие зияющие трещины. Это все африканские леса и степи. Теперь на спине слона, шагавшего с несокрушимой надежностью каменной глыбы, молодой Элин жадно впитывал в себя краски, формы и запахи природы чужой земли с ее великолепной мощью животной и растительной жизни. Во ослепительном свете солнечных лучей чистые тона цветов достигали необыкновенной яркости, смутно тревожившей северянина. Но едва только небо заволакивалось тяжелыми тучами, или отряд окружали сумерки тенистого леса краски угасали. Монотонные переходы цветов казались сумрачными и жесткими в сравнении с мягкими, задумчивыми и гармоничными красками родной пандиону страны. Отряд пересек ближний отрок леса и вновь оказался в холмистой степи с красной землей, поросшей безлистыми деревьями, выделявшими молочный сок. Их синевато-зеленые ветви угрюмо поднимались в слепящее небо. Ровная, словно подстриженная поверхность крон щетинилась на высоте тридцати локтей от земли. В этих зарослях, стоявших неподвижно, не встречалось ни птиц, ни зверей. Знойный мертвый покой царил над красными холмами. Громадные стволы и ветви казалось подсвечники, отлитые и зеленого металла. Крупные красные цветы рдели на концах ветвей, словно сотни факелов, горевших на мрачном кладбище. Дальше почву изрезали глубокие промоины. Подогненно красной землей лежали слои слепительно белого песка. Отряд вышел в сеть узких ущелий. Рыхлые пурпурные стены поднимались на стол локтей по сторонам. Слоны осторожно пробивались в хаосе размытых обрывов, пирамид, башен и тонких столбов. Местами в круглых, как чаши, глубоких впадинах встречались длинные отроги, расходящиеся лучами поперек ровного дна. Отроги поднимались острыми крутыми стенами рыхлой земли. Иногда они внезапно обрушивались при прохождении отряда поблизости, пугая слонов, шарахавшихся в сторону. Цвет размытой рыхлой почвой беспрестанно менялся. За стеной теплого красного тона вздымалось светло-бурая, затем шли пирамиды яркой солнечно-желтой окраски, перемежавшиеся со слепительно белыми полосами и выступами. Пандеону казалось, что он попал в волшебное царство. В этих глубоких сухих и безжизненных долинах скрывался целый мир и грыд ярких цветов мертвой природы. Потом опять потянулись хребты, поросшие лесом, опять зеленые стены обступили отряд, и платформа на спине слона казалась островом, медленно плывшим по океану листьев и веток. Пандеон замечал, как осторожно вели вожатые своих могучих животных. На стоянках они тщательно осматривали кожу слонов. Молодой Элин спросил своего вожатого, зачем он делает это. Чернокожий положил руку на сосуд из плода какого-то дерева, привязанных к его поясу. «Плохо, если слон раздерет себе кожу или поранит себя», сказал вожатый. «Тогда у него загнивает кровь и животное гибнет, нужно сразу же замазать рану целебной смолой, поэтому лекарства у нас всегда на готове». Для молодого Элина странно было слышать о такой легкой уязвимости несокрушимых и долговечных гигантов. Ему сделалась понятная осторожность умных животных. Уход за ними требовал массы забот. Место ночлега и отдыха выбиралось тщательно после долгих осмотров и совещаний. Привязанных слонов окружали бдительные, часовые, бодрствовавшие всю ночь. Особые дозорные высылались далеко вперед, чтобы убедиться в отсутствии поблизости диких слонов. Встреченные животные распугивались громкими криками. На привалах друзья беседовали со своими спутниками. Суровые повелители слонов удовлетворяли любопытство чужеземцев. Однажды пандеон спросил у низкорослого пожилого человека, начальствовавшего в походе, почему они охотно идут на ловлю слонов, несмотря на страшную опасность. Глубокие морщины вокруг рта начальника стали еще более резкими. Он нехотя ответил, «Ты говоришь как трус, хотя и не выглядишь им. Слоны это мощь нашего народа, с ними мы живем хорошо в довольстве, но мы платим за это жизнями, если бы мы боялись, то жили бы не лучше племен питающихся ящерицами и корнями. Те, кто боится смерти, живут в голоде и злобе. Если ты знаешь, что в твоей смерти жизнь твоих родных, тогда идешь смело на любую опасность. Мой сын храбрец, в свете сил погиб на слоновой охоте. Начальник похода угрюмо сощурил устремленные на пандеона глаза. Или вы, чужедемцы, думаете иначе? Зачем же ты сам прошел столько земель, сражался с людьми и зверями, а не остался в рабстве? Престыжный пандеон прекратил вопросы. Вдруг кедога, сидевший поблизости у костра, поднялся и заковылял крощицы деревьев, стоявших в двухстах локтях от привала. Заходящее солнце золотило овальные большие листья, тонкие ветви слабо трепетали. Кедога внимательно осмотрел бугристую неровную кору тонких стволов, радостно вскрикнул и вынул нож. Немного спустя негр вернулся к костру с двумя большими связками красновато-серой коры. Одну связку он поднес начальнику отряда. Передай ее вождю как прощальный подарок кедога, сказал негр. Это лекарство не хуже волшебной травы с голубой степи. В час болезни, усталости или горя пусть он растолчет ее и выпьет отвара только немного. Если пить много это уже не лекарство а яд. Кора эта возвращает силу старикам веселит угнетенных бодрит ослабевших. Заметь это дерево будешь благодарен. Начальник обрадовался принимая подарок и тут же приказал добыть еще коры. Кедога спрятал второй пучок в шкуру дешу который вез с собой кави. На следующий день слоны поднялись на каменистую равнину где заросли высокого плотного кустарника согнутые ветрами склонялись к земле образуя высокие зеленые горбы разбросанные среди серой сухой травы. Приятная свежесть проникала в ноздри с дуновением встречного ветра. Пандион стрепенулся. Знакомое бесконечно дорогое забытое было в этом запахе но оно терялось среди ароматов несшихся от разогретой листвы леса видневшегося внизу. Далеко простирались широкие пологие обнаженные склоны их голубоватую поверхность пересекали темные полосы и пятна лесных чаш. На краю горизонта синела высокая горная цепь. Вот она Тенгрелла моя страна неистово завопил кедога и все обернулись в его сторону. Кора дерева Яхимба из семейства Мареновых которым относятся также хинные и кофейные деревья. Негр размахивал руками всхлипывая и морща лицо могучие плечи его тряслись от полнения Пандеон понимал переживания друга но неопределенное чувство зависти больно уколола молодого Элина. Кедога достиг родины а ему еще так много оставалось преодолеть до того великого часа когда он подобно другу сможет закричать вот моя родина. Больной усталый Пандеон все чаще терял уверенность в своих силах. Опустив голову юноши незаметно отвернулся он не мог сейчас радоваться вместе другом слоны спускались по черному обнаженному склону вулканической почвы на застывшей лаве не росло никаких деревьев дорогу пересек ровный уступ с разбросанными на нем маленькими озерами блестящие пятна воды чистой синей глубокой резко выделялись среди черных берегов Пандеон вздрогнул он вспомнил вдруг с необычайной живостью синие глаза Тессы ее густые черные волосы и здесь синие озерки как будто смотрели на него с немым укором так как если бы живая Тесса увидела его здесь Пандеон он унесся мыслями в инеаду смутное и могучее нетерпение расправило его грудь он придвинулся к другу и крепко обнял его на черную руку кедога легла живистая смуглая рука кави и три друга сцепили свои ладони в твердом и радостном пожатии а слоны спускались все ниже берега широкой долины встали с обеих сторон еще немного и справа подошла вторая такая же долина слившиеся вместе ручьи образовали быструю речку чем дальше тем становившуюся более многоводной слоны некоторое время шли по левому берегу подножия разрушенных утесов скалы разошлись впереди чистая вода речки с веселым журчанием устремлялась под сень высоких деревьев стоявших как высокие зеленые арки по обе стороны ее русла достигавшего пятнадцати локтей ширины не доходя до деревьев слоны остановились здесь сказал начальник мы не пойдем дальше три друга спустились со слонов прощаясь со своими хозяевами отряд пересек реку друзья долго смотрели вслед серым гигантам которые одолевали подъем на плоскую возвышенность к северу от реки невольный вздох сожаления вырвался у всех троих когда могучие животные скрылись вдали этруск негр эллин развели сигнальный костер для шедших где-то позади товарищей пойдем искать тростник и деревья для постройки плотов предложил кедога этруску мы проплывем быстро остаток пути ты хромой ожидаю костра береги ногу с грубой нежностью обратился негр к молодому эллину фондион и кави оставили кедога на берегу реки среди его родичей среди них были искусные мастера строители кузнецы горшечники фондион любовался творениями многих художников не уступавших по мастерству кедога большие дома построенные из брусчатых камней сердцового кирпича или вылепленные целиком из твердой глины были украшены сложным и красивым орнаментом четко вырезанным на поверхности стен иногда стены расписывались красочными фресками напоминавшими пандеону росписи древних развалин Крита на глиняных сосудах красивой формы он видел изящную исполненную с тонким вкусом разрисовку множество деревянных раскрашенных статуй встречалось в больших зданиях общественных собраний и домах вождей скульптурные изображения людей и зверей восхищали пандеона верностью переданного впечатления удачно схваченными характерными чертами но по мнению пандеона скульптуре народа кедога не хватало глубокого понимания формы его не было и у мастеров айюптоса скульптуры таким застывали в мертвых недвижимых позах несмотря на выработанную веками тонкость исполнения и изящество отделки боятели народа кедога наоборот создавали острое впечатление живого но только в каких-то отдельных намеренно подчеркнутых подробностях и молодой Элин размышляя над произведениями местных жителей начал смутно ощущать что путь к совершенству скульптуры должен быть каким-то совсем новым не в слепом старании передать природу и не в попытках отразить отдельные впечатления народ кедога любил музыку играл на сложных инструментах из длинных рядов деревянных дощечек соединенных с продолговатыми пустыми тыквами некоторые грустные широко и мягко разливавшиеся песни волновали пандеона напоминай ему песни родины этруск сидел у потухшего очага около хижины жевал подбодряющие листья задумчиво ворошил палочкой горячий пепел в котором пеклись желтые плоды кави научился приготовлять из желтых плодов муку для лепешек пандеон вышел из хижины подсел к другу мягкий вечерний свет ложился на пыльные тропинки замирал в неподвижных ветвях тенистых деревьев загадка для меня этот народ задумчиво заговорил этруск сплевывая на сторону жгучий сок тут есть великая тайна и я не могу ее постигнуть какая тайна рассеянно спросил пандеон тайна в сходстве этого народа с моим разве ты не заметил не заметил сознался эллин люди эти вовсе на тебя не похожи я сказал не о внешнем сходстве ты не понял их постройки почти такие же как у моего народа их верховный бог бог молнии как у нас да ведь и у тебя тоже песни народа кидога напоминают мне те которые я сам певал в молодости как это может быть что общего у нас с чернокожим народом живущим так далеко на жарком юге или когда-то их и мои предки жили по соседству пандеон хотел ответить что его давно занимала мысль о родстве народов Африки с обитателями великого зеленого моря но тут его внимание привлекла проходившая мимо женщина он заметил ее еще в первые дни прибытия в город кидога но с тех пор как-то не встречался с ней она была женой одного из родичей кидога и звали ее ньора подбодряющие листья листья стеркулиевых или табака и других растений содержащих возбуждающие вещества ньора выделялась красотой даже среди своих красивых соплеменец сейчас она медленно шла с достоинством которое отмечает женщин сознающих свою красоту молодой Элин с восторгом рассматривал ее жажда творчества вдруг вспыхнула в нем с прежней силой кусок зеленовато-синей ткани туго обертывал бедра ньоры нитка голубых буст тяжелые сердцевидные серьги и узкая золотая проволока на запястье левой руки составляли все убранство юной женщины большие глаза спокойно смотрели из-под густых ресниц короткие волосы собранные на темени и замысловато сплетенные удлиняли голову скулы выступали под глазами округлыми холмиками как это встречалось у здоровых и упитанных детей Элиинов гладкая черная кожа такая упругая что тело казалось железным блестело в лучах солнца и ее медный отлив приобретал золотой оттенок удлиненная шея чуть-чуть наклонялась вперед и горделиво поддерживала голову высокое гибкое тело было безупречно по своим линиям необычайной плавности и сдержанности движений Пандиону показалось что в лицо Ньоры перед ним предстала одна из трех Харид богинь по его верованиям оживлявших красоту и наделявших ее непобедимой привлекательностью палочка Этруска вдруг стукнула по голове Пандиона ты почему не побежал за ней шутливой досадой спросил Этруска вы Элины готовы любоваться каждой женщиной Пандион посмотрел на друга без гнева но так как будто бы увидел его в первый раз и порывисто обнял Этруска за плечи слушай Кави ты не любишь говорить о своем тебя разве совсем не трогают женщины ты не чувствуешь как они прекрасны разве для тебя они не часть всего этого пандиона пандиона писал рукой круг море солнце прекрасного мира нет когда я вижу что-нибудь красивое мне хочется его съесть рассменялся Этруска я шучу продолжал он серьезно помни что я вдвое старше тебя и за светлой стороной мира для меня виднее другая темная безобразная ты уже забыл а та кем Кави провел пальцами по красному клейму на плече пандиона а я ничего не забываю но я завидую тебе ты будешь создавать красивое я же только могу разрушать в борьбе с темными силами Кави помолчал и дрогнувшим голосом закончил ты мало думаешь о своих близких там на родине я не видал столько лет своих детей мне неизвестно даже живы ли они существует ли весь мой род кто знает что там среди враждебных племен тоска зазвучавшая в тоне всегда сдержанного Этруска наполнима пандиона сочувствием но как он мог утешить друга слова Этруска в то же время больно укололи его ты мало думаешь о своих близких там на родине если Кави мог сказать ему так нет разве мало значили для него Тесса деда Генор но тогда он должен был сделаться подобным хмурому Кави тогда он не впитал бы в себя великого разнообразия жизни как же научился бы он поднимать красоту пандиона запутался в противоречиях и не смог разобраться в самом себе он вскочил и предложил Этруску пойти выкупаться тот согласился оба друга направились через холмы за которыми в пяти тысячах локтей от сирения полискался океан за несколько дней до этого Кедога собрал молодых мужчин и юношей племени негр сказал сородичам что кроме копья и кусков ткани на бедрах его товарищи ожидающие корабли ничего не имеют а сыны ветра не возьмут их на корабли без платы если каждый из вас сказал Кедога согласится помочь самым малым то чужеземные друзья смогут вернуться к себе домой они помогли мне вырваться из плена и снова увидеть всех вас ободренный общим согласием Кедога предложил пойти с ним на золотоносное плоскогорье а тем кто не сможет пожертвовать слоновую кость или орехи кожу или ствол ценного дерева на следующий день Кедога объявил друзьям что отправляется на охоту и отказался взять их с собой уговаривая беречь силы для предстоящего пути товарищи Кедога по походу так и не узнали об истинных целях предприятия хотя мысли о плате за проезд не раз беспокоили их они надеялись что таинственные сыны ветра возьмут их в качестве грибцов пандеон он все еще хромал а Кави оставил его в селении несмотря на протесты пандеон негодовал второй раз уже товарищи бросали его одного как тогда во время охоты за жирафами Кави надменно выпить в бороду заявил что тогда он не потерял времени даром и теперь снова может повторить прежнее а немевший от бешенства молодой Элин ринулся прочь с обидой в сердце Этруск догнал его и хлопая по спине просил прощения но твердо стоял на своем убеждая друга в необходимости совсем поправиться в конце концов пандеон согласился с горечью ощущая себя с жалким калекой и поспешно скрылся в хижине чтобы не присутствовать при уходе своих здоровых товарищей черное дерево дают ядровые древесины различных видов африканских деревьев главным образом семейства Эбеновых также Дальбергия из семейства Бобовых оставшись в одиночестве пандеон еще острее почувствовал необходимость испытать свои силы после удачного опыта со статуей учителя слонов за последние годы он видел столько смертей и разрушений что не хотел браться за непрочную глину стремясь создать произведение из крепкого материала такого материала у пандеона не было даже если бы он оказался в его руках все равно отсутствовали необходимые для обработки инструменты пандеон часто любовался камнем яхмоса приведшим его в конце концов к морю как наивно верил кедога склонный признавать могущество волшебных камней прозрачная ясность твердого камня навела пандеона на мысль вырезать гему правда камень был тверже употреблявшихся для этой цели в Эладе они там обрабатывались наждаком с острова Наксоса вдруг Элин вспомнил что у него если верить старому вождю повелителей слонов были камни твердостью превосходившие все вещи мира пандеон достал самый маленький из подаренных ему камней юга и осторожно провел острой гранью по краю голубовато зеленого кристалла на неподатливой гладкой поверхности осталась белая черта молодой Элин нажал сильнее камень прорезал глубокую канавку точно резец из черной бронзы на куске мягкого мрамора необыкновенная сила прозрачных камней юга действительно превосходила все известное до сих пор пандеону в его руках были волшебные резцы делавшие легкой задачу остров Наксос самый большой остров в группе Кикланских островов на юге Эгейского моря пандеон разбил маленький камень тщательно собрал все острые осколки и вставил их при помощи твердой смолы в деревянные палочки теперь у него был десяток резцов разной толщины и для грубой отделки и для самых тонких штрихов что что изобразит он на прекрасном голубовато-зеленом кристалле добытом яхмосом в развалинах тысячелетнего храма и донесенном в целости до моря символом которого он так долго служил в душном плену земли смутные образы проносились в сознании пандиона и в голове его начали роиться мысли молодой элин ушел из селения и бродил в одиночестве пока не очутился у моря он долго сидел на камне то устремляя взор даль то следя за тонким слоем прозрачной воды подбегавшей к его ногам наступил вечер короткие сумерки уничтожили блеск моря движение волн сделалось незаметным все непрогляднее становилась бархатно-черная ночь но вместе с тем в небе загоралось все больше ярких звезд и опять небесные огоньки закачавших в волнах оживили застывшее море запрокинув голову в небо молодой элин ловил очертания незнакомых созвездий туга млечного пути перекидывалась таким же как и на родине серебряным мостом через весь небосвод но она была более узкой один ее конец был глубоко расщеплен разбит на отдельные пятна между которыми горели темные полосы в стороне и ниже горели голубовато-белым светом два туманных звездных облака около них отчетливо выделялось большое непроницаемо черное пятно грушевидной формы точно кусок угля заслонял в этом месте все звезды ничего похожего не видел пандеон в родном небе севера магеллановы облака большое и малое крупные звездные скопления и туманности в небе южного полушария угольный мешок черное скопление непрозрачного вещества в небе южного контраст между черным пятном и белыми облаками внезапно поразил его молодой Элин увидел в нем вдруг самую сущность южной страны черное и белое во всей прямоте и четкой грубости этого сочетания вот что составляло душу Африки ее лицо такое каким пандеон сейчас почувствовал черные белые полосы необыкновенных лошадей черная кожа туземцев раскрашенная белой краской и оттенявшие белые зубы и белки глаз изделия из черной и жемчужно-белой древесины черные и белые колонны древесных стволов в лесах цвет степей и мрак лесных трущоб черные скалы с белыми полосами кварца и многое такое же пронеслось перед глазами пандеона совсем другое было на родине на бедных и каменистых берегах зеленого моря река жизни там не катилась буйным потоком не сталкивались столь обнаженно черные и белые ее стороны пандеон встал необъятный океан на другой стороне которого была его энеада отделил молодого элина от африки позади осталась страна в душе уже покинутая им угрюмо заслонившаяся ночными тенями гор впереди по волнам перебегали отражения звездных огней и море сливалось там на севере с родной эладой и Тесса была на его берегу ради возвращения на родину ради Тессы он боролся и шел сквозь кровь пески зной и мрак бесчисленные опасности от зверей и людей Тесса далекая любимая и недоступная стала совсем как те туманные звезды над морем где северный ковш окунулся краем за горизонт и тут явилось решение он создаст на камне твердом символе моря Тессу стоящую на берегу пандеон с яростью сжал в сильных пальцах резец и крепкая палочка переломилась уже несколько дней он склонялся над камнем яхмаса с бьющимся сердцем обуздывая волей творческое нетерпение то уверенно прочерчивая длинные линии то с бесконечной осторожностью срезая мельчайшие крупинки изображение становилось все более яственным голова Тессы удалась ему в своем гордом повороте она виделась ему и теперь же так же отчетливо как в час прощания на берегу Ахиллоевого мыса он врезал ее в прозрачную глубину камня и теперь она выпукло проступала матовой глубизной среди зеркально гладкой поверхности завитки волос легкими свободными штрихами ложились на намеченную четкой дугой округлость плеча но дальше дальше пандеон неожиданно утратил весь подъем своего вдохновения молодой художник как никогда уверенный в себе сразу очертил глубокой канавкой тонкий контур тела девушки и точное изящество линий подтвердило успех его работы пандеон сточил окружающую поверхность чтобы выделить фигуру тессы тут он внезапно понял что изобразил вовсе не тессу в линиях бедер колен и груди проступило и ожило тело и румы отдельные штрихи несомненно принадлежали последнему впечатлению от красоты ньоры фигура тессы не была телом элинской девушки у пандеона получился отвлеченный образ с которым отражалась красота африканских женщин но пандеон хотел добиться другого изобразить живую и любимую тессу напрягая память он пытался снять налет впечатлений последних лет пока не убедился что новое проступало еще ярче скоро пандеон сообразил что передача живого опять не удается ему пока фигурка была только намечена легкие линии жили едва художник пытался перевести плоское изображение выпуклое живое тело окаменевало становилось холодным и застывшим да он не постиг тайны искусства и это его произведение не будет живым ему не удастся совершить задуманное сломав резец от волнения пандеон взял камень и стал рассматривать его с расстояния вытянутой руки да он не может создать образ тессы и прекрасная гемма не будет окончена сквозь прозрачный камень проникали лучи солнца наполняя его золотистым оттенком родного моря пандеон оставил нетронутым гладкое поле большой грани кристалла и вырезал фигурку девушки справа у самого края в камне как на берегу моря стояла девушка с лицом тессы но тессой она не была вдохновение с которым трудился пандеон над камнем от рассвета до заката с нетерпением ожидая каждого следующего дня покинуло его пандеон спрятал камень собрал резцы и разогнул наболевшую спину горе поражения ослаблялось сознанием что все же он может создать прекрасное но оно было убогим в сравнении с живым увлеченный работой пандеон перестал ожидать возвращения товарищей и только сейчас вспомнил о них как бы в ответ на мысли пандеона к нему подбежал мальчик густобородый приехал он зовет тебя к реке сообщил посланец Кави гордый данным ему поручения то что Этруска остался на реке и звал его туда обеспокоило пандеона он поспешил к берегу по тропинке избивавшейся среди колючих кустов издалека он заметил на песчаном откосе группу товарищей стоявших кольцом вокруг связки стеблей тростника на тростнике вытянулось человеческое тело пандеон неловко побежал стараясь не ступать на еще слабую ногу и вошел молчаливый круг товарищей по походу он узнал в лежащем молодого ливийца такела участника побега через пустыню молодой элин встал на колени над телом товарища перед глазами пандеона возникло душное ущелье между склонами песчаных гор где он плелся полумертвый от жажды такел был в числе тех которые во главе с умершим ахми принесли ему навстречу воду от источника только перед трупом такела пандеону стало ясно как дорог и близок ему каждый из товарищей по мятежу и походу он сроднился с ними и не мыслил своего существования отдельно от них пандеон мог неделями не общаться с товарищами когда знал что они поблизости в покое и безопасности и заняты своими делами а сейчас утрата ошеломила его и поднимаясь с колен он бросил на этруска вопрощающий взгляд такела укусила змея в зарослях печально сказал кави где мы бродили в поисках черного дерева мы не знали лекарства этруска тяжело вздохнул мы бросили все и приплыли сюда когда мы вынесли его на берег такел уже умирал я позвал тебя проститься с ним поздно кави не договорил сжимая руки он паник головой пандеон встал смерть такела казалась такой несправедливой и нелепой не в славном сражении не в бою со зверем здесь в мирном селении у моря сулившего возвращения после всех совершенных им доблестных подвигов стойкого мужества в длинном пути это было особенно больно молодому Элину слезы навернулись на глаза и он чтобы справиться с собой устремил взгляд на реку по сторонам песчаной отмели выселись густые заросли заграждавшие речной простор с зеленой стеной бугор светлого песка находился как бы в широких воротах на опушке росли белые деревья корявые и узловатые с мелкими листьями все ветви этих деревьев были одеты пушистыми лентами ярко красных цветов плоские перистые скопления которых казались полосами из поперечных коротких черточек нанизанных на тонкие стебли то сгибавшиеся вниз то торчавшие прямо вверх к небу цветы отливали багрянца а белые деревья горели в зеленых воротах как погребальные факелы у врат аида куда уже направляла свой путь душа умершего такела медленно катилась мутная ловятная вода реки испещренная отмелями желтых песков сотни крокодилов лежали на песке на ближайшей к пандеону косе несколько огромных ящерах во сне раскрыли широкие пасти казавшиеся на солнце черными пятнами окаймленными белыми клиньями страшных зубов тела крокодилов широко расплывались на песке как бы расплющенные собственным весом продольные складки чешуйчатой кожи брюхо обтекали плоские спины усаженные рядами шипов более светлых чем черновато зеленые промежутки между ними лапы с нелепо вывернутыми наружу суставами уродливо раскидывались в стороны иногда какой-нибудь из ящеров пошевеливал гребнистым хвостом толкая другого и тот потревоженный во сне захлопывал свою пасть с разносившимся по реке стуком товарищи подняли умершего и молча понесли его вселение под тревожными взглядами сбежавшихся жителей пандион шел сзади отдельно от кави этруск считал себя виновным в гибели ливийца так как затея с добычей черного дерева принадлежало ему кави шагал сбоку печальной процессии кусал губы и теребил бороду пандиона мучила совесть он тоже чувствовал себя виноватым нехорошо было что он вдохновился изображением любимой девушки когда ему нужно было создать произведение в память боевой дружбы разных людей прошедших все испытания верных перед лицом смерти голода и жажды в тоскливых днях тяжкого похода как могла эта мысль не прийти мне прежде всего спрашивал себя молодой Элин неспроста его постигла неудача боги покарали его за неблагодарность так пусть сегодняшнее горе научит видеть лучше низкие лилово-серые облака грузно вползали на небесный свод как стадо буйволов сбивались в плотную массу слышались глухие раскаты надвигался ливень люди поспешно втаскивали в хижины разбросанные вокруг вещи едва кави и пандеон успели укрыться в своем жилище как в небе опрокинулась исполинская чаша рев падающей воды заглушил грохот грома ливень кончился быстро как всегда терпко пахли растения в посвежевшем влажном воздухе слабо журчали бесчисленные ручейки стекавшие к реке и к морю мокрые деревья глухо шумели под ветром их шум был суров и печален он ничем не напоминал быстрого шелеста листвы сухие погожие дни кави прислушался к голосу деревьев и неожиданно сказал я не прощаю себе смерти такела виноват я мы пошли безопытного проводника мы чужие в этой стране где беспечность означает гибель и что же у нас нет черного дерева один из лучших товарищей лежит под грудой камней на берегу дорогая цена моей глупости и я не решаюсь теперь идти снова платить сынам ветра нам нечем пандион молча достал из своего мешочка горст сверкающих камней и положил их перед этруском кави одобрительно закивал головой затем внезапное сомнение отразилось на его лице если им неизвестна цена этих камней цены ветра могут отказаться взять их кто слышал о таких камнях в наших землях кто купит их как драгоценности хотя этруск задумался пандион испугался простая догадка кави не приходила ему раньше в голову он упустил из виду что камни в глазах купцов могут оказаться не стоящими смятение и страх за будущее заставили задрожать его протянутую камнем руку этруск читая по лицу тревогу друга заговорил снова хотя я слыхал когда-то что прозрачные камни особенной твердости провозились иногда на Кипр и в карию с далекого востока и очень дорого ценились может быть цены ветра знают их наутро после разговора с кави пандион пошел по тропинке к подножию гор где росли травянистые растения с желтыми плодами подходил срок возвращения кедога друзья нетерпеливо ждали его этрусские лин хотели посоветоваться с ним как добыть что-либо ценное для сынов ветра сомнения этруска разрушили уверенность пандиона в ценности камней юга и теперь молодой элин не находил покоя невольно пандион направлялся к горам смутной надежде встретить отряд чернокожего друга помимо всего ему хотелось побыть наедине чтобы обдумать новое произведение все яснее намечавшееся в его уме пандион неслышно ступал по крепкой плотно утрамбованной земле тропинки он больше не хромал к нему вернулась прежняя легкость походки попадавшиеся навстречу местные жители нагруженные гроздьями желтых плодов дружелюбно обнажали свои белые зубы или приветливо помахивали сорванными листьями тропа завернула налево пандион шел между двумя сплошными стенами сочной зелени наполненной золотым сиянием солнечного света в его горячем блеске плавно двигалась женщина пандион узнал ньору она выбирала из свисавших гроздь в самые зеленые плоды и складывала их высокую плетеную корзину пандион отступил в тень огромных листьев чувство художника отодвинуло все другие мысли юная женщина переходила от одной грозди к другой гибко склоняясь к корзине и опять поднималась на кончики пальцев вытянувшись всем телом с руками протянутыми к высоко висящим плодам золотые переливы солнца поблескивали на ее гладкой черной коже оттененной свежей и яркой зеленью юра слегка подпрыгнула и вся изогнувшись протянула руки в чащу бархатистых листьев увлекшийся пандион зацепил за сухой стебель в глубокой тишине раздался громкий шорох молодая женщина мгновенно обернулась и застыла юра узнала пандиона напрягшиеся струной тело ее вновь стало спокойным она перевела дыхание и улыбнулась молодому элину но пандион не заметил ничего этого крик восторга вырвался из его груди широко раскрывшиеся золотистые глаза смотрели на юру не видя ее рот приоткрылся в слабой улыбке смущенная женщина отступила чужеземец вдруг повернулся и бросился прочь восклицая что-то на непонятном для нее языке внезапно пандион сделал великое открытие молодой элин все время бессознательно и неуклонно шел к нему все неотвязные думы бесконечные размышления бродили около этого открытия он не нашел бы его если бы не видел так много не сравнивал бы и не нащупывал собственного нового пути в живом неподвижности быть не может в живом и прекрасном теле нет никогда мертвой неподвижности есть только покой то есть мгновение остановки движения закончившего и готового смениться другим противоположным если схватить это мгновение и отразить его в неподвижном камне тогда мертвая оживет вот что увидел пандеон замерший от испугань Йори когда она застыла как статуя из черного металла молодой элин уединился на небольшой поляне под деревом если бы кто-нибудь заглянул туда то несомненно убедился бы в сумасшествии пандеона он делал резкие движения сгибая и разгибая то руку то ногу и тщательно следил за ними скривив шею и мучительно перекашивая глаза молодой элин вернулся домой только к вечеру возбужденный с лихорадочным бреском глаз он заставил Кави к великому удивлению этруска стоять перед собой идти и останавливаться по команде этруск сначала терпеливо сносил причуду друга наконец это ему надоело и он хлопнув себя по лбу решительно уселся на землю но пандеон и тут не оставил Кави в покое он заглядывал его разглядывал заходил то справа то слева пока и трус не разразился бранью и объявив что пандеон схватил лихорадку пригрозил связать Элина и водворить на ложе пошел к воронам весело закричал пандеон я завью тебя винтом как рог белой антилопы Кави еще не видел чтобы его друг так ребячился он был рад этому так как давно замечал душевное угнетение молодого Элина ворча этруск слегка ударил пандеона и тот вдруг смирившись заявил что неимоверно голоден оба друга уселись за ужин и пандеон попытался объяснить этруску свое великое открытие вопреки ожиданию Кави очень заинтересовался и долго расспрашивал пандеона стараясь вникнуть в сущность затруднений стоящих перед скульптором при попытках воссоздать живую форму этрусские элин засиделись допоздна и заканчивали беседу в темноте вдруг что-то заслонило проблеск звездного света в отверстие входа и голос Кедога заставил их радостно вздрогнуть негр внезапно возвратился и сразу же решил проведать друзей на вопрос была ли удачна охота Кедога отвечал неопределенно ссылаясь на усталость и обещал завтра показать трофей Кави и пандеон рассказали ему о смерти Такела и о походе Кави за черным деревом Кедога страшно разъярился кричал про оскорбление его гостеприимства даже назвал этруска старой гиеной в конце концов не гору тих печаль о погибшем товарище взяла верх над гневом тогда этруска Элин рассказали ему о своих тревогах по поводу платы сыном ветра и просили совета Кедога отнесся к их беспокойству с величайшим равнодушием и ушел так и не ответив на их вопросы обескураженные друзья решили что странное поведение Кедога вызвано печалью из-за гибели ливийца оба долго ворочались на своих ложах в молчаливом раздумье Кедога явился к ним поздно с печатью хитрого лукавства на добродушном лице он привел с собой всех ливийцев и целую толпу молодых мужчин сородичи Кедога подмигивали недоумевающим чужеземцам громко хохотали перешептывались и перекрикивались обрывками непонятных фраз они намекали на колдовство будто бы свойственно их народу уверяя что Кедога умеет превращать простые палки в черное дерево и слоновую кость а речной песок в золото всю эту чепуху чужеземцы слушали по дороге к дому черного друга Кедога подвел их к небольшой кладовой она отличалась от других простых хижин меньшими размерами и наличием двери подпертой громадным камнем Кедога с помощью нескольких человек отвалил камень молодежь встала по обе стороны распахнувшейся дверей Кедога согнувшись вошел в кладовую и поманил товарищей за собой Кави пандион и ливийцы ничего еще не понимая молча стояли в полумраке пока их глаза не привыкли к слабому свету из кольцевой щели между навесом конической крыши и верхним краем глинобитной стены тогда они увидели несколько толстых черных бревен груду слоновых клыков и пять высоких открытых корзин доверху насыпанных целебными орехами Кедога внимательно следя за лицами товарищей громко сказал это все ваше это собрал вам мой народ на легкий счастливый путь цены ветра должны взять с собой два десятка людей а не один за такую цену твой народ дарит нам столько за что воскликнул потрясенный Кави за то что вы хорошие люди храбрые люди за то что вы совершили столько подвигов за то что вы мои друзья и помогли мне вернуться стараясь казаться невозмутимым перечислял Кедога но подождите это не все негр шагнул в сторону сунув руку между корзинами и вытащил мешочек из крепкой кожи размером не меньше головы человека возьми Кедога протянул мешочек Кави Этрус подставивший ладони согнулся от неожиданной тяжести и едва не выровнял мешок негр оглушительно захохотал и заплясал от восторга громкий веселый смех молодежи вторил ему за стенами кладовой что это спросил Кави продолжая прижимать к себе тяжелый мешочек ты спрашиваешь мудрый старый воин веселился Кедога точно не знаешь что в мире имеет такую тяжесть лишь одна вещь золото воскликнул этруск на своем языке но негр понял да золото подтвердил он где же ты взял столько вмешался пандион ощупывая туго набитый мешочек вместо охоты мы ходили на золотоносное плоскогорье восемь дней мы перекапывали там песок и промывали его в воде негр помолчал потом закончил сыны ветра не довезут вас до родины там на вашем море всем вам предстоят разные дороги и каждый сможет добраться до своего дома разделите золото и спрячьте хорошо так чтобы не видели сыны ветра в пути кто еще был с тобой на этой охоте быстро спросил этруск вот все они негр показал нас грудившихся у входа юношей радостные растроганные до слез друзья бросились к неграм со словами благодарности а те смущенно переминались с ноги на ногу и понемногу исчезали за домом товарищи вышли из кладовой завалили дверь камнем кедога внезапно стал молчалив веселость его исчезла пандион привлек к себе черного друга но тот высвободился из его объятий положил элину руки на плечи и долго смотрел в его золотистые глаза как я расстанусь с тобой кедога против воли вырвалось у пандиона пальцы негров пились в его плечи бог молнии видит сдавленно произнес кедога я отдал бы все золото плоскогорья отдал бы все что у меня есть до последнего копья за то чтобы ты согласился жить со мной навсегда лицо негра исказилось он закрыл глаза руками но я даже не прошу тебя голос кедога дрожал прерываясь в плену я узнал что такое родина я понимаю ты не можешь остаться и я вот видишь сам стараюсь чтобы ты уехал негр внезапно отпустил пандиона и бросился к дому молодой элин смотрел вслед другу и слезы туманили его взор этруск тяжело вздохнул за спиной пандиона придет время и мы с тобой разойдемся тихо и печально сказал кави наши дома с тобой не так уж далеки и корабли плавают там часто сказал повернувшись к нему пандион а кедога останется здесь на краю айкумены этруск ничего не ответил успокоившись за будущее пандион весь отдался творчеству он торопился величие обретенной в борьбе за свободу дружбы вдохновляло его и заставляло спешить он заранее видел все подробности гемы три человека должны были стоять обнявшись на фоне моря к которому они стремились моря возвращавшего их на родину пандион решил изобразить на большой плоской грани своего камня троих друзей кедога кави и себя в сверкающем прозрачном свете морской дали которую как нельзя лучше олицетворял собою голубовато зеленый кристалл молодой скульптор начертил несколько набросков на тонких пластинках слоновой кости употреблявшихся женщинами племени для растирания каких-то мазей сделанное им открытие принуждало его постоянно видеть перед глазами живые тела но это не составляло затруднения этрусский так был с ним все время акидога предчувствуя близкий приход кораблей сынов ветра оставил свои дела и был неразлучен с друзьями часто пандион заставлял этрусской негра стоять перед ним обнявшись и те посмеиваясь исполняли просьбу друзья подолгу беседовали поверяя все свои сокровенные мысли тревоги и планы а в глубине души каждого острым гвоздем сидела мысль о неизбежности расставания пандион разговаривая не терял времени даром и упорно резал твердый камень иногда скульптор замолкал взгляд его становился острым и пронизывающим элин ловил в чертах друзей какую-то важную для него подробность все выпуклее и живее становились три обнявшиеся мужские фигуры в центре можно было узнать огромного кедога справа от него слегка повернувшись к оставшемуся кусочку гладкой грани стоял пандион а слева этруск оба с копьями в руках кавейки дога находили большое сходство с собою но уверяли пандиона что он плохо изобразил себя скульптор улыбаясь отвечал что это не важно фигуры друзей несмотря на маленькие размеры были совершенно живыми подлинное мастерство проступало в каждой подробности повороты тел были сильны резки и в то же время изящно сдержаны в руках кедога широко раскинутых на плечах этруска и элина пандиону удалось выразить движение защиты и братской нежности кави и пандион стояли с внимательно почти угрожающей наклоненными головами исполненные напряженной бдительности мощных воинов готовых уверенно отразить любого врага именно это впечатление великолепной мощи уверенности создавала вся группа и пандион старался выразить в своем произведении все лучшее что было в людях ставших ему дорогими по пути из рабства на родину скульптор понял что ему наконец удалось создать настоящее произведение искусства кедога и кави перестали потрунивать над пандионом зато их дыхание они часами следили за движениями волшебного резца и смутное преклонение перед мастерством художника определяло их теперешнее отношение к пандиону их молодой друг смелый веселый и даже ребяч левый подчас забавный своим восторгом перед женщинами оказался великим художником это одновременно и радовало и удивляло кедога и кави а пандион вкладывал всю любовь к товарищам в порыв своего творчества теперь первоначальная идея вырезать на камни тессу не привлекала его больше тесса ирума иньора принадлежавшие к разным народам были сестрами по красоте у всех трех обладавший одинаково притягательной силой но были ли они сестрами во всем остальном этого пандион не знал могла ли быть тесса и так сравниться с ньорой как он скидога а в дружбе пандиона скидога и кави в товариществе со всеми другими бывшими рабами которых осталось здесь уже так немного было братство единых помыслов и стремлений спаянная крепче камня верностью и мужеством да они настоящие братья хотя одного носила такая же черная как он сам мать здесь под черным небом под странными деревьями юга дружгой лежал в колыбели в хижине сотрясаемой злыми зимними бурями а третий в это время уже воевал со свирепыми кочевниками дальних степей на берегу темного моря сердца их сплелись тугими жилами сотни раз проверенные в общих невзгодах и как мало значило теперь различия их стран лиц тел и верований не летели быстро пандион вдруг спохватился прошло около полутора месяцев и срок назначавшийся для прибытия сынов ветра уже миновал беспокойство и облегчение смешались в душе молодого элина беспокойство потому что сыны ветра могли вовсе не приехать а облегчение при мысли что неизбежная разлука скидога отодвигается в тревожном томлении пандион иногда оставлял свою работу впрочем она была почти окончена элин опять стал часто ходить к морю стараясь возвращаться быстрее чтобы не отделяться от друзей однажды пандион собрался идти на обычное купание он встал и позвал с собой друзей но те отказались затеяв горячий спор о разных способах приготовления жевательных листьев талип ослышался шум многочисленных голосов крики восторженные вопли какими пылкие сородичек кедога сопровождали каждое событие кедога вскочил серый пепел бледности развился у него по лицу даже грудь негра посветлела чуть пошатнувшись кедога побежал к своему дому крикнув через плечо встревоженным друзьям наверно сыны ветра кровь бросилась в голову этрусская элина они тоже пустились бежать по известной пандиону короткой тропинке к морю на гребне холма пандионы кави остановились верно сыны ветра закричал кави темно-фиолетовая тень огромной горы легла на берег простерлась вдаль затемнив блеск моря и бросив на него хмурый оттенок лесных чашь черные корабли похожие на корабли элинов с выпуклыми как лебединые груди носами уже были выдвинуты на посеревший песок их было пять со спущенными мачтами суда походили на больших черных уток уснувших на песке перед кораблями быстро ходили взад и вперед бородатые воины в грубых серых плащах сверкая медной оковкой круглых щитов и раскачивая в руках широкие топоры на длинных рукоятках начальники купцы и все свободные от охраны люди с кораблей по-видимому уже ушли в селение кедога этрусский элин повернули назад у хижины их нетерпеливо поджидал кедога сыны ветра уд вождей сообщил негр я просил дядю он скажет главному нашему вождю и тот сам будет вести переговоры с ними о вас так будет крепче сынам ветра опасно ссориться с ним они доставят всех вас в целости негр улыбнулся криво и невесело сотни людей собрались на берегу проводить отплывающие суда сыны ветра торопились солнце клонилось к закату а им почему-то хотелось обязательно начать плавание сегодня корабли уже нагруженные медленно покачивались у края рифов среди груза лежал дар народа кедога плата за возвращение бывших рабов на родину до кораблей нужно было идти по грудь в воде через береговую отмель начальники сынов ветра замешкались на прощание упрашивая вождей приготовить побольше товаров на будущий год клялись во что бы то ни стало прибыть в назначенный срок кави стоял рядом с кедога держа одной рукой большой сверток со шкурой и черепом страшного гишу на прощание черный друг подарил пандеону и кави два больших метательных ножа это военное изобретение народа тенгрелы имело вид широкой бронзовой пластины глубоко рассеченной на пять концов четыре серповидно изогнутых и отточенных к пятому откованному наподобие пальца была прикреплена короткая роговая рукоятка оружие брошенное умелой рукой со свистом вращалось в воздухе и убивало жертву наповал с двадцати локтей расстояния со стесненным сердцем пандеон оглядывался вокруг присматриваясь к своим новым спутникам и хозяевам их жесткие обветренные лица были цвета темного кирпича нестриженные бороды лохматились вокруг щек тяжелой развалистой походки суровых складках губ и лба не было ни капли легкого добродушия характерного для собратьев кедога но все же пандеон почему-то верил этим людям может быть потому что сыны ветра как и он были преданы морю жили с ним в согласии и понимали его или потому что в их речи пандеон и кави встречали знакомые слова сыны ветра охотно согласились взять бывших рабов на корабли за предложенную вождем плату дяде кедока иору мефу даже удалось выторговать шесть клойков и две корзины целебных орехов этот остаток погрузили на корабль как достояние кави ливийцев и пандеона сыны ветра разделили людей вопреки их желанию на одном корабле ехало шестеро ливийцев на другом кави с пандеоном и три ливийца гавань сынов ветра оказалась поблизости от ворот туманов на огромном расстоянии от родины кедока не меньше двух месяцев плавания при самой благоприятной погоде кави и пандеон даже растерялись они не представляли себе истинную дальность пути и поняли что сыны ветра такие же выдающиеся борцы с морем какими были повелители слонов в борьбе с мощью степей Африки от гавани сынов ветра до родины пандеону предстояло еще проплыть почти все великое зеленое море но это расстояние было в два с половиной раза меньше чем путь отселения кедока гавани сынов ветра сыны ветра успокоили пандеона и кави заверением что к ним часто приплывают корабли финикийцев из Тира Скрито Кипра и Большого Ливийского залива но пандеон сейчас стоя на берегу не думал об этом в смятении он оглядывался на море словно пытался измерить предстоящий ему огромный путь и поворачивался к кедока начальник всех кораблей с обручем кованого золота в курчавых волосах громко закричал приказывая идти на суда кедока схватил за руки пандеона и кави не скрывая слез прощай навсегда пандеон и ты кави прошептал негр там на далекой своей родине вспомните о кедока верном и любящем вас обоих вспомните наши дни в рабстве в кемпт когда только дружба поддерживала нас ни мятежа бегства ни великого похода к морю я буду с вами в моих мыслях вы уходите навеки от меня вы ставшие мне дороже жизни голос негра креп я буду верить что когда-нибудь люди научатся не бояться просторов моря море соединят их но я не увижу вас больше велико мое горе огромное тело кедока затряслось от рыданий последний раз соединились руки друзей сыны ветра закричали с корабля руки пандиона разжались отошел кави этруск и элин вступили в теплую воду и скользя на камнях поспешили к судам первый раз после долгих лет пандион вступил на палубу на него повеяло давно ушедшими в прошлое днями счастливых путей но прошлое только мелькнуло в памяти и скрылось опять все мысли сосредоточились на высокой черной фигуре стоявшей отдельно от толпы у самого края воды весла плеснули и зачастили мерными ударами корабль вышел за линию рифов тогда моряки подняли большой парус и ветер подхватил судно все меньше становились люди на берегу скоро маленькая черная точка обозначала утраченного навсегда кедога надвинувшиеся сумерки скрыли берег только темный горный кряж угрюмо громоздился за кормой Кави смахивал уже не первую крупную слезу огромная летучая мышь залетевшая с берега вдоль которого направлялись сюда чуть задело крылом лицо пандеона это шелковистое прикосновение показалось Элину последним приветствием покинутой страны глубокое смятение вызвало у пандеона разлука с другом негром со страной где он столько пережил где оставил часть своего сердца смутно чувствовал он что там на родине в часы усталости и печали Африка будет вставать перед ним неизменно манящей и прекрасной именно потому что он тратил ее навсегда как и Руму отбросив все что стало близким и привычным обернувшись к ладе лицом и душой пандеон содрогнулся от тревоги что ждет его там после стол долгого отсутствия как будет он жить среди своих когда вернется кого он найдет Тесса дожива ли она любит ли его по прежнему или корабли угрюманы ряли в волнах обращенные носами к западу только после месяца пути они повернут на север так сказали сыны ветра мощное дыхание океана шевелило волосы пандеона рядом с ним сновали деловитые неторопливо молчаливые моряки сыны ветра потомки древних критских мореходов пандеону казались более чужими чем чернокожие обитатели Африки эллин сжал в руке висевший на груди мешочек с камнем хранивший облик кедога и пошел к товарищам печально сжавшимся в уголке чужого корабля из-за гор поднялся оранжевый круг луны в ее свете океан великая дуга обнимающая все земли мира предстал изрытым черными впадинами над которыми плавно двигались светлые вершины волн маленькие корабли смело шли вперед то вбрасывая носы в звездное небо и рассыпая вокруг серебристые брызги то проваливаясь вниз в глухо шумящую темноту панзиону это казалось похожим на его собственный жизненный путь впереди вдали блестящие верхушки валов сливались в одну светящуюся дорогу звезды опускались вниз и качались в волнах как бывало давно у берегов родины океан принимал отважных людей соглашался нести их на себе в безмерную даль домой ты видел эвполин гему на камне цвета моря самое совершенное творение в иниаде истине сказать во всей эладе эвполин ответил не сразу он прислушался к звонкому ржанию любимого коня которого держал рослый раб плотнее запахнулся в плаще с тонкой шерсти весенний ветерок в тени навеса пронизывал холодом хотя серые склоны каменистых гор вздымавшиеся перед собеседниками уже были покрыты цветущими деревьями внизу нежно-розовыми облачками протянулись рощицы миндаля выше темно-розовые почти лиловые пятна означали заросли кустарников холодный ветер спускавшийся с гор источал миндальный аромат и несся над долинами Эниады вестником новой весны Эвполин втянул ноздрями ветер постучал пальцем по деревянной колонии и медленно сказал я слышал ее сделал приемный сын Агенора тот что так долго скитался где-то его считали умершим но он недавно вернулся из очень далекой страны А доча Генора красавица Тесса ты слышал конечно о ней слышал что она шесть лет не хотела выходить замуж веря что вернется ее возлюбленный ее отец художник позволил ей я знаю что не только позволил даже сам ждал все время приемного сына редкий случай когда ожидание оправдалось он действительно не погиб и сделался мужем Тессы замечательным художником жалею что не пришлось тебе увидеть Гему ты хороший знаток и оценил бы ее я послушаюсь тебя и поеду к Генору у Ахилоева мыса живет он всего двадцать стадий туда о нет Эвполин ты опоздал мастер что создал Гему подарил ее подумай только своему другу бродяге Этруску он привез его заболевшего в пути в дом Агенора вылечил и когда бродяга собрался к себе отдал ему то что могло бы прославить всю Энеаду Айтруск наградил его шкурой сквернообразного зверя неслыханного доселе и страшного нищим он уехал и вернулся таким же или он ничему не научился в скитаниях что делает драгоценные подарки кому попало нам с тобой трудно понять человека столь долго бывшего на чужбине но мне жаль что Гемма ушла от нас вот л 弊 respect « в у н Продолжение следует...